Итак, уважаемые коллеги, вечер добрый. Сегодня мы начинаем очень интересный новый проект. Как говорится, не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. Наши коллеги, наши партнеры по конференции, которые мы проводим ежегодно, и в следующем году уже будет маленький юбилей, 5 лет психологической помощь населению с использованием дистанционных технологий. Партнерами нашей конференции является Федерация психологических консультантов онлайн. Главным руководителем, президентом этой организации является Миновщиков Виктор Юрьевич, кандидат психологических наук. Он был на конференции в тот видео, мы вместе в президиуме сидим рядом. Так вот, Виктор Юрьевич как раз является директором института повышения квалификации и уже сейчас очень усиленно занимается подготовкой специалистов, онлайн-консультантов. У него в рамках его деятельности института возникла идея как раз делать обучающий курс, новый курс, с помощью профессора, доктора филологических наук, кандидата психологических наук, ведущего психолингвиста, но сейчас уже живущего в Канаде, Валерия Павловича Белянина. И как раз мы в нашей студии, в нашем интернет-конференц-формате решили провести лекционный курс, такой вводный курс. Практические занятия вы видели по сообщению начнутся с 24 субботы, правда они платные, но кто желает, может записаться, посмотрите информационное письмо или на сайте, или текст, который мы вам послали, и если у вас будет желание, то вы сможете туда записаться. В следующий вторник мы договорились с руководителем практической части, что он примет участие и коротко расскажет об именно этой части. Будет ряд встреч, где-то 5-6 встреч, но Валерий Павлович сам сейчас скажет. Спасибо, Валерий Павлович, за ваше согласие принять участие в нашей студии сегодня, и наши студенты, и наши партнеры, и наши коллеги, и психологи, и педагоги, и преподаватели вузов, они подтягиваются, ну у нас бывают аншлаги даже до 100, но это воскресенье вечером, сегодня рабочий день, будем надеяться, что сейчас народ еще подтянется. По регистрации у нас 100 с лишним человек было сегодня утром. Хорошо, слово вам. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рад, что вы выбрали время, чтобы послушать меня, и я вам расскажу о когнитивно-поведенческой терапии, когнитивно-бихиоральной терапии. Я сначала представлюсь, зовут меня Белянин Валерий, отчество за границей теряется, был когда-то Валерий Павлович. Я очень давно академик Московской психотерапевтической академии, была также академией гуманитарных исследований, не знаю есть ли она, и я член редколлегии журналов Empirical Text and Culture Research, а также веду колонку психологии обучения в американском журнале для преподавателей восточноевропейских языков. И недавно стал членом редколлегии российского психологического журнала. Я в Торонто, в центре европейских, российских и евразийских исследований, статус ассоушет, я не знаю как это перевести на русский язык. У меня есть институт прикладной психологии, где я провожу исследования, под эгидой которого, и я состою в Антарийской ассоциации консультантов, советников, психометристов и психотерапевтов Антарио. И там более четырех, по-моему, тысяч членов, и вот я являюсь сертифицированным членом ассоциации, даже членом сертификационного комитета. Меня слышно? Слышу отлично. Слышно, хорошо. Хорошо. Да, вот мой адрес. Псилинг.психолингвистика. Потому что я когда-то занимался психолингвистикой. И мой адрес электронный такой же. Псилинг.gmail.com Можно мне будет написать после семинара. Еще немножко о себе. Я написал все время живую речь, словарь разговорных выражений, составил антологию черного юмора. Потом занимался художественным текстом. Вот это первая монография. Это вторая 2000 года. Основа психолингвистической диагностики. Третья была издана в Германии введение в психиатрическую литературу и ведение. И четвертая в Москве в издательстве гнозис психологической литературы и ведение. После этого были аудиодиски. Был редактором словаря советского языка. Писал очень много по литературе и по дискурсу. Последняя книга в соавторстве с психологом из Ростова-на-Донушку Ратой Ринпалной «Диалоги о человеке, говорящем и пишущем». Много статей уже по психолингвистике и психотерапии. И автор учебника и обведения в психолингвистику. И последнее издание 2009 года. Это уже, наверное, шестое издание учебника по психолингвистике в издательстве наук. Опять повторяем мой веб-сайт siling.psyling.com И мой электрон адрес siling.gmail.com Вот. Это, собственно говоря, обо мне. А теперь я расскажу о сегодняшней презентации. Меня слышно? Все меня слышат? Все хорошо? Да, слышно. Хорошо. Хорошо. Значит, курс, который мне предложили прочитать, посвящен когнитивно-бихевиоральной терапии. Я так понимаю, что среди вас есть люди с психологическим образованием, с педагогическим образованием и учителя и разные уровни подготовки. Я не знаю, смогу ли я угодно говорить тех, кто знает много, тех, кто хорошо знаком с различными направлениями психотерапии. Но я начну с каких-то самых таких общих представлений о терапии. И затем буду в дальнейших семинарах углубляться в различные техники. Но сразу скажу, то, что вы прослушаете на любом вебинаре, на любой лекции, это совершенно недостаточно для того, чтобы научиться применять потом полученные знания. Дело в том, что любые знания, они требуют закрепления в каких-то упражнениях, в действиях, в заданиях, в чем-то. Поэтому, не попытавшись, не попробовав это на, допустим, коллеге, на соседе, который находится рядом, или в каком-то диалоге, в разговоре, если это по скайпу, интернету, говорить о том, что вы освоили какой-то метод, ну, явно будет недостаточно. Поэтому я буду давать вам как общее представление, это какие-то конкретные, но имейте в виду, что любое знание должно быть закреплено и проверено. Если кто-то ведет консультирование, или психологическое консультирование, или психотерапию, то вы можете попробовать на клиентах своих, естественно, чтобы это были не тяжелые, какие-то не очень ответственные случаи. А очень такие простые, и с клиентами, у которых уже есть хорошее отношение, чтобы вы смогли понять, получается или нет. Потому что любой прием, любая техника, она не сразу дается. Всегда ей нужно учиться, ну, как и любому другому науку. Это такой вот дисклеймер, это как бы вот такое предупреждение о том, что я не могу вам дать те знания, которые вы напрямую будете использовать, не удостоверившись, что вы это правильно делаете. Поэтому вот мой коллега Никита Чернов будет проводить семинары, на которых это можно будет закрепить, и я очень рекомендую вот его посетить. И второе маленькое дисклеймер, ограничение, то что если у меня глюкнется компьютер, то это будет на 3,5 минут, и я приношу извинения, что это вот с видеокартой. Может быть, а может нет. Итак, я попробую рассказать немножко, дать определение и рассказать о том, откуда возникла КБТ-СИБТ. Вопрос, на который вы попробуете ответить, сколько существует видов психотерапии. Ох. Ну, практически, я не знаю, может быть, уже эти мои данные устарели, у вас уже я вижу данные и 500, и 600. Вот у кого-то есть 20, в зависимости от того, как считать. Но вот сейчас считается, что существует порядка 400 видов психотерапии. Это показывает результаты мета-исследований, то есть статей, которые анализируют другие статьи. И вот посчитать их полностью, составить их все в списке или привести в какую-то систему, я не думаю, что это представляется возможным. Поэтому, вот я буду говорить о своем опыте психотерапевта в Канаде. У нас не регулируется ни одна модальность, не регулируется виды психотерапии. Вы вправе использовать совершенно любой метод. Можете назвать его сами, можете где-то о нем прочитать случайно. В общем, то есть, что и как вы работаете с клиентом, это ваше личное дело и дело клиента, принимает ли он, не принимает ли он этот способ. Что касается когнитивно-бехидоральной или когнитивно-поведенческой, или когнитивной, как она называет, или просто поведенческой психотерапии, то она является одной из наиболее успешных в настоящее время форм психотерапии. И это подтверждено большим количеством исследований. Что касается сертифицирования в рамках метода, то это является делом добровольным. У меня есть несколько сертификатов о посещении семинаров и лекционных мероприятий по КБТ. Но сертификации как таковой у меня нет, и она мне, в общем-то, и не нужна. Я могу ее получить, если я захочу, в университете Торонки, я могу ее получить где угодно в Калифорнии. Но клиентам моим не важно, есть ли у меня еще один диплом на стенке, им важно, что я владею этим методом и могу им помочь. Поэтому запретов на работу в какой-либо модальности не существует. Желательно, конечно, иметь сертификацию, желательно иметь полное образование по какой-то даже модальности, по какому-то видам техники. Но если этого нет, то это уже ответственность ваша и ответственность. И результаты, которые вы получаете в психотерапии. Но, скажу сразу, что применять другие методы в лечебных заведениях или в коницитарных заведениях, допустим, в тюрьме, не рекомендуется. Точнее, можно, но только после того, как вы используете когнитивно-поведенческую терапию. Вот там необходимы сертификации. Для регулирующих каких-то должностей, если это врачебная специальность, если это какая-то действительно серьезная клиника, то есть между врачами, если работаете в клинике или в тюрьме, то там крайне необходимо использовать именно этот метод. И там могут спросить сертификацию. Поэтому для частной практики сертификат не нужен, а для серьезной работы он необходим. Вот я отвечаю на вопрос. Когнитивно-поведенческая терапия не существует как отдельная психотерапевтическая техника. То, что мне говорили, это обозначение для ряда. И рационально-эмотивная терапия, и модификационная терапия, и реалити терапия, и реструктурация, и просто когнитивная. Очень популярна диалектика, диалектик-бехевиор терапия, я не знаю как по-русски, активейшн терапия. Очень много сейчас работ в рамках mindfulness, это mindfulness терапия, это связано с медитацией, осознанной медитацией. Я об этом немножко в конце курса расскажу. Это терапия, это приемы, которые позволяют клиенту иметь глубокое расслабление, при этом в полном сохранении контроля на собой. То есть это не гипноз, но глубинная релаксация. Очень популярна acceptance and commitment терапия. Она очень похожа на CBT в франции, только в некоторых ее аспектах. И названий очень много, поэтому CBT, Cognitive Behavioral Therapy, это общее такое название для ряда направлений. Книг по этому очень много, для чайников, очень много разработок, очень много книг, содержащих упражнения, очень много семинаров. То есть это как действительно ведущее направление психотерапии в Канаде и в Соединенных Штатах. Там есть комментарий, гости безумные, я не понял, что это такое. Безумные кто? Значит термин сам когнитивный означает этот процесс мышления, это же и знание, это же и восприятие. И что самое интересное на современном этапе развития практической психологии в Северной Америке, что она включает в себя, относится ко всему тому, что происходит в уме. А это включает в себя и сны, и воспоминания, и образы, естественно мысли, на что направлено внимание. То есть речь идет не только о процессах познания, но и о процессах восприятия мира. То есть очень-очень широко понимается само понятие когнитивный. Поведение, это относится ко всему, что человек делает, как он говорит, как он пытается решать проблемы, как он действует или изыгает действия. И вот очень интересно, что поведение относится как к действиям, так и к бездействиям. Ну, допустим, человек вместо того, чтобы сказать что-то, прикусывает в себе язык. И для того, чтобы он не сказал что-то, или закрывает в себе рот, или сжимает руки каким-то образом, или отворачивается, уходит, вот это тоже является поступком, это тоже является действием. Поэтому сказать, что я ничего не сделал, поэтому неправильно. Я что-то сделал, я промолчал, я отвернулся, я сделал вид, что не заметил, я не сказал, я рассердился про себя, я обозлился, и так далее, и так далее. Это тоже является поведением. И оно может быть менее наблюдаемо, потому что человек мог сжать руку в кармане, человек мог отвернуться, а потом там скрежетать зубами, мог уйти тихонько и потом сидеть, злиться. Вот оно менее наблюдаемое и бездействие, но тем не менее это тоже поведение. Мышление это часть поведения. Вот прозвучал вопрос, значит, очень много здесь точек разных мышления можно относить к поведению, можно относить к способу восприятия действительности, а можно относить к поведению. Я думаю, что он такой, если я так себя веду, то я думаю, что вполне возможно. Но вот CBT, вот переход от поведения к мыслям и от мыслям к поведению очень-очень такой быстрый и моментальный. Вы подумали и что-то сделали. Вот мы рассматриваем ваши мысли, рассматриваем ваше поведение, соответственно, ваши мысли были начало поведения. Поэтому это тоже можно рассматривать как поведение, но вот вопрос все-таки, что было результатом в вашем мышлении, что вы все-таки сделали. Потому что сидеть и мыслить это все-таки сидеть, а мыслить как и все-таки мыслить. Вот здесь вот когнитивно-поведенческая теория очень четко различает внешне наблюдаемое поведение и ненаблюдаемое. К ненаблюдаемое относятся вот как раз мысли, представления, восприятия, наши страхи. А вот наблюдаемое мы видим, что человек сидит и вот три часа вот он смотрит в какую-то красную точку и на знаки нен, а что там происходит внутри, неизвестно. А поскольку психотерапевт будет работать с клиентом и будет наблюдать его внешнее поведение, он будет говорить, что человек просто сидит. Поэтому, если считать, что мышление это действие, то это для клиента, для пациента, но не для стороннего наблюдателя, каковым является терапевт. Вопрос находиться в некотором эмоциональном состоянии, относится ли это к поведению. Нет, это не относится к поведению. Если вы сердитесь и сжимаете кулаки, это поведение. Если вы сердитесь, у вас бьется сердце, это ваша реакция. Если вы сердитесь и молчите трое суток, то это реакция, то это уже поведение. Эмоция это промежуточное между нашими мыслями и поведением. Ныне относится к поведению, это относится к когнитивному, к восприятию. Во сне мы ничего не действуем, мы спим, нас какие-то образы сменяют. Если человек проснулся в поту, то это и потом побежал на улицу в страхе от того, что ему привиделись в бомбежке, когда он был в Афганистане, допустим. Вот это будет поведение. Он проснулся в поту, он проснулся, это действие. Он выбежал, и он кричит, и он может заснуть. Это действие. Сам по себе сон относится к процессу восприятия. Сон это нереальный сон, это образы, которые преследуют человека в данной ситуации. И терапия, слово, которое описывает системный подход к решению проблемы, болезни или какого-то необычного состояния, которое тревожит человека. Вот это что такое СБТ. И когнитивно психотерапевты подчеркивают важность исследования мыслей и представлений, которые связаны с нашим настроением, поведением, физическими ощущениями и событиями нашей жизни. Главная идея когнитивной психотерапии заключается в том, что восприятие события, или наш опыт, оказывает сильное влияние на эмоциональное поведение и физиологические реакции на это поведение. Речь идет о том, что в центре когнитивной психологии находится процесс когнитивной психотерапии, процесс когнитивной психотерапии, именно он определяет то, как мы себя чувствуем, то, как мы себя, в каком настроении находимся и какие реакции у нас возникают. Поведение как индикатор когнитивного. Да, внешне наблюдаемое поведение является для психотерапевта способом проникновения в когниции клиента. И коррекция от поведения на когнитивной психотерапии. Да, значит, очень хороший правильный вопрос. Вы забегаете немножко вперед. Коррекция в когнитивной терапии предполагает как бы с двух сторон, вот так, как я себя сейчас это понимаю. Это со стороны мышления, со стороны представления когниции и со стороны поведения. Если удается что-то изменить в поведении, например, человек молчит. Его научили прерывать молчание, научили говорить, изменилась его ситуация, в которой он находится, может быть, изменится его настроение. И с другой стороны, если ему сказать, что не все такие враги по отношению к себе, попробуй найти в другом человеке что-то хорошее, он меняет свое отношение к другому человеку, меняется его настроение. То есть поведение будет и индикатором того, что изменилось мышление человека, и мышление человека может изменить поведение человека. То есть когнитивная психология идет как бы с двух сторон к настроению, к чувствам, к эмоциям, к состоянию человека. Вот если я ответил на этот вопрос. И вот в качестве примера можно привести такое, мы будем чувствовать себя спокойно, если думаем, стоя в очереди в бокалейном отделе магазина, на это уйдет какое-то время, а пока я могу расслабиться. Соответственно, наше тело расслаблено, мы заводим разговор с кем-то из стоящих рядом, там и достаем книжку, или сотовый телефон. Но если мы разозлимся, подумаем, здесь плохое руководство, не дело иметь в магазине такие очереди. То наше тело будет напряжено, мы будем нервничать, мы будем постоянно смотреть на часы, или ворчать на сотрудника магазина. Вот, конечно же, быть всегда спокойным, быть всегда расслабленным, быть всегда удовлетворенным нереально и невозможно. Если вы знаете, что у вас через 4 часа самолет, как я даю, аэропортный добираться, 2 часа, то вы не можете спокойно стоять в магазине, вы будете сердиться, вы будете кого-то поторапливать, или попросите кого-то пропустить вас, если это возможно, в какой-то ситуации. То есть, иными словами, вы можете перевести план своего настроения, своего состояния внутреннего, план действий, и не обязательно замыкаться на какой-то эмоции, на каком-то раздражении, и вопрос в том, чтобы совершить какой-то поступок. Если же мы просто извиняемся и ничего не делаем, то мы стоим и извиняемся и ничего не делаем. Зависит от выбора, что важнее самолет или магазин, возможно, но выбор, как бы приоритизация происходит сознание, если вы знаете, что ваш билет стоит, вот какой-то 1200 долларов, то никакой магазин его не перевесит. Разумеется, речь идет о том, что необходимо сделать, что важно сделать, и что в результате мы делаем. Мы можем и извиняемся, а можем и быть очень-очень спокойными, но важнее все-таки переводить это все эмоции в план действий. И, забегая немножко вперед, скажу, важнее не реагировать нервно там, где нет необходимости. Если нет необходимости лететь куда-либо, а просто вы пришли вечером в магазин, на закрытие магазина еще час, а вечером вас ничего не ждет, и при этом вы злитесь, вот это уже проблема. Вот это уже ваша проблема, вот это уже проблема для ваших нервов, для психического здоровья, когда человек начинает злиться на все подряд или здесь. Здесь не так, и то не так, вместо того, чтобы спокойно принять то, что он не может изменить. Если он может изменить, то он может попробовать эту информацию. Вот примерно такое вот введение в психотерапию. Да, вот чувство и поведение зависит от интерпретации событий. То есть вы будете вести себя спокойно, если вы интерпретируете ситуацию как безопасно, как ту, которую вы можете принять, и будете злиться, если вы будете понимать, что вас задерживают, что все люди медленные, что какие-то тормоза собрались, что косирши черта не понимают и так далее. Вот это будут те мысли, которые будут у вас возникать, они будут определять ваше чувство и соответствующее, соответственно, будущее поведение. И завершая вот этот фрагмент презентации, у меня их четыре на сегодня, я хочу сказать, что в когнитивно-прегенческой теории предполагается, что человек будет жить более счастливым и более продуктивным в жизни, если он будет мыслить более здоровым, более здравым, можно сказать, ну и, соответственно, если он будет вести себя более приемлемо для окружающих и более конструктивным. Ну вот, я планирую завершить свой курс рассказом о психическом здоровье и о том, что предполагает собой именно здоровое мышление. Вопрос, как уговорить себя Don't Lie to Be Happy? А как же? Да, значит, да, можно себя уговорить Don't Lie to Be Happy, можно расслабиться. Это один из приемов когнитивной терапии, который будет предполагать, что вы просто осознаете свою тревожащую мысль, не просто, конечно, я шучу, вы осознаете свою тревожащую мысль, вы ее приостановите, существует способ остановки мыслей неконструктивных, и вы ее постараетесь заменить на другую. И если у вас есть аффирмации, если у вас есть какие-то речевки, какие-то фразы, которые вам помогают расслабиться, например, Don't Worry, Be Happy, если вы начинаете петь, вот как этот привет, то если это вам помогает, вы принимаете ситуацию, такой, какая она есть, и находитесь в ней в более спокойном состоянии. Так что вот, это очень хороший прием. Спасибо, Наталья. Для этого и есть, да, психотерапия. Совершенно верно, психотерапия, в частности, CBT, когнитивно-проведенческая терапия, когнитивно-проведенческая терапия, она предполагает как раз научение, обучение клиента более спокойному, ровному восприятию действительности, и с тем, чтобы он понимал пределы своих возможностей, пределы своей компетентности в какой-то ситуации, и принимал то, что он не может изменить, и действовал там, где он изменить что-то может. Значит, еще раз скажу, что понять принципы работы, понять общие теоретические построения, или узнать, кто что об этом писал, это явно недостаточно. Очень полезно пройти семинарские занятия, в частности, вот мой коллега Никита Чернок будет проводить семинарские занятия, Митва Борисова, Борисовский, продавец 8, корпус 2, институте консультативной психологии и консалтинга. Вот у них есть сайт, counseling с двумя L, и Никита Чернов, главный специалист Матковской службы психологической помощи населения. Вы можете записаться в группу info.sobaka-counseling.su, одно L, обратите внимание, или по телефону, который находится на слайде. У Пыльга и Мария могут написать вас на этот семинар, для того, чтобы вы отработали то, что говорится сегодня, и получили большее представление о методах работы. Да, значит, вот опять этот телефон, и запись, она заканчивается в 23-ю, но мне сказали, что может быть и продление, то есть можно будет подключиться и по ней. Вот я закончил первый фрагмент из пяти сегодняшних, какие-то есть комментарии, вопросы, или я перехожу тогда ко второму? Валерий Павлович, я хотел спросить, есть понятие когнитивное обучение, когнитивное стиле, да, обучение. В двух словах можете сказать, это связано как раз с образованием. На Западе активно это направление, и в России тоже развивается, в обучении иностранным языкам. Когнитивное обучение, еще раз. Когнитивное стиле, когнитивное обучение, педагогической психологии, психологии образования, это часто используется сегодня понятие. Я планировал этот курс посвятить больше такой практической психотерапии, практической психологии. С понятием когнитивного стиля не я знаком, но не знаю, что вы имеете в виду. Я посмотрю, если я смогу что-то ответить на эту тему, я это сделаю. Дело в том, что когнитивное стиле очень широкое понятие, в психологии и психотерапии это не используется. Я не смогу сейчас ответить на ваш вопрос. Просто очень интересно. Само направление когнитивная психология, и очень много хороших рекомендаций по поводу самообразования, организации образования, именно в контексте когнитивной психологии, когнитивных стилей. И в России есть кто занимается этой проблемой, профессор Холодная МГУ, и другие специалисты. Просто кто интересуется, это может быть подсказка. Я думаю, что здесь когнитивная психология, как ведущая парадигма в направлении исследований, это несомненно очень важно. И там очень много всего. Но вот когнитивная психология в плане терапии, cognitive behavioral therapy, она базируется на когнитивной психологии, но она как бы настолько уже специализировалась и настолько отошла, что вот там немножко другое. Я попробую ответить на этот вопрос, но позднее. В данном случае я буду говорить больше о психотерапии. Так, вот я вижу еще вопрос. На каком языке? У меня два языка, английский и русский. У меня 70% моих клиентов русскоязычный, и 30% англоязычные. Это и рожденные в Канаде, и эмигранты из разных стран мира. В учебе, да, вполне возможно, но вот это не является сегодня предметом моей лекции. Вот я тоже бы согласился с Глазуновым Олегом, что когнитивная психология и психотерапия это такие немножко разные вещи, они похожи по названию, но немножко другое. Я запускаю тогда вторую лекцию, вот чуть-чуть о бихевиоризме. Буквально два слова я расскажу. Чего-то не запускается вторая, что-то конец презентации дает. Вот, пошла, да. Я просто расскажу, что основана когнитивная терапия на бихевиоризме. Слово бихевиоризм происходит от английского слова бихевиор-поведения. Очень странно. Вот, пошла. Да. Да, тогда мы немножко продлеваем ее. Раз такое сделаем, я все-таки лекция загружается. КБТ. Что когнитивно-погенческая терапия учит распознавать мысли, настроения, действия, физические реакции. Таксен здесь идет на мысли и на действия. Настроения и физические реакции как бы являются побочным продуктом мыслей и наших действий, нашей деятельности, нашего поведения. Значит, и вот такой интересный момент, что это важно не только в тех случаях, когда происходит что-то важное, но и в повседневных, незначительных ситуациях. Дело в том, что когда происходит важное, это происходит травма, это происходит какая-то авария, это какая-то ситуация. Но, как правило, большая часть клиентов обращаются за помощью, потому что они не справляются с ежедневной ситуацией. куда-то пойти, с кем-то поговорить, что-то сделать, они не в состоянии этого сделать. И вот CBT, она как раз направлена на работу с такими вот, в том числе, повседневными, незначительными, на первый взгляд, ситуацией. И вот с помощью когнитивной поведенческой терапии можно научиться проверять значение, смысл, то, о чем очень любят говорить в русской психологии, и в большей степени полезность разных мыслей, приходящих нам в голову в течение дня. Слово «полезность» выделено у меня красным цветом, потому что психология прагматизма, психология вот такой вот конкретных действий, она оказывается более важной, чем психология размышления, рассуждения или каких-то вот действий, которые не выражены. То есть очень-очень утилитарный такой подход. И, соответственно, очень важно изменять образ мыслей, от которых исходит эмоциональный дискомфорт, от которых человек ведет себя дисфункционально. Вот от мыслей происходит и эмоциональный дискомфорт, и они являются результатом, и они могут быть следствием несункционального поведения. И вот это эмоциональное поведение человек испытывает во взаимоотношениях с другими людьми. И очень важный момент, что когнитивная психология, когнитивно-поведенческая терапия, извините, позволяет научиться совершать изменения в жизни. Предлагается клинике немножко по-разному исследовать, увидеть проблемы, которые требуют решения, и начать их решать, менять свое отношение к ним и действовать как-то по-другому. Значит, я вижу, что уже сейчас один час отложен, положенный прошел, но если мне позволите завершить вот эту часть, я буду признательно. Да? Безусловно, да, мы привыкли два-три часа сидеть, ничего страшного, нормально. тогда если я еще хотя бы двадцать это возможно, да? Естественно, нет проблем. Мы как-то в этом плане по времени более-менее свободны. Хорошо, кто останется тогда, хорошо. Значит, смотрите, вот здесь в этом сфере применения CBT очень сказано, что есть эмоциональный дискомфорт человека и есть трудности в взаимоотношениях. Вот это вот, как я помню, одно из двух определений психической, психическое нарушение психики, когда человеку самому дискомфортно и когда другим людям с ним трудно, когда он не справляется с другими людьми, когда другие люди не справляются с ним. Вот это вот две части такого какого-то очень старого психического определения психического заболевания, которое у меня где-то существует в сознании. Поэтому CBT как раз работает именно с этим. И когнитивно-поединенческая психология работает терапией, извините, депрессией, очень хорошо, если будет возможности, я немножко об этом упомяну. С тревогой у меня может быть отдельная презентация про панические атаки, где она очень помогает панические расстройства или панические атаки. Атаки не совсем правильно, потому что атакует кто-то другой, действительно, расстройства. Чувство вины очень хорошо прорабатывается. Стыд это тоже не очень понятно, что это такое. Поэтому вместе с клиентом это все тоже убирается очень легко и просто. Естественно, если человек находится в стрессовом состоянии, меняется его психическое состояние, меняется его поведение полностью, и анализируются причины стресса, и идет проработка постепенная, шаг за шагом, для того, чтобы снизить состояние стресса человека, точнее, помочь человеку лучше справляться со стрессом. То есть coping strategies, стратегии собладания, они очень хорошо разработаны в кознанно-поведенческой терапии. Про самооценку как бы это такое общное место, как бы любой человек, любой клиент, пациент имеет нарушение в самооценке, либо она завышена, либо занижена, поэтому сделать ее более разумной очень важно. Ну и соответственно, больше уверенно в себе тоже тренируется очень простыми способами, в том числе поведенческими. Допустим, просто говорите громче, просто делайте жесты руками, и все само придет. Это не просто, разумеется, научить, не просто заставить человека нести себя по-другому, но все дети как раз предполагают именно такое научение человека именно поступкам, которые будут расцениваться другими как больше уверенно, и, соответственно, из-за этого возникнет представление у человека, что он ведет себя более уверенно, и вот такой хорошим пониманием замкнутый круг, он позволит вырваться ему из круга неуверенности, из круга непоспутков, недействий, из круга зажатности. Что вкладывается в поразмыслить? Да, поразмыслить вместе с психотерапевтом. Вместе с психотерапевтом составить список мыслей, которые приходят в голову перед каким-то действием, после какого-то действия, попытаться проверить их на реальность и попытаться найти им альтернативу. Вот это как бы сразу я вам выкладываю три основных секрета работы в психотерапии это зафиксировать свою мысль, проверить ее, насколько она полезна, функциональна, насколько она правильно, верно отражает действительность, найти для нее альтернативы и соответственно заменить ее на воле позитивно. Вот это вот то, что я имелось в виду вот по размыслить над поведением. Это не одномоментный акт, это очень длинный, такой длительный и сложный процесс размышления над размышлением, как бы мета, такой вот процесс мета, который если ему скорее психотерапевт или психиатр нужен. Да, значит такой момент интересный. В Канаде психотерапия не является медицинской. Психотерапевтом является не психолог и не врач. врач является психиатром и медицинская психотерапия в Северной Америке не присутствует как класс. Если нужен больше врач человеку, то когнитивная психология должна, вернее, любой терапевт, любой психолог должен очень четко понимать пределы своей компетентности. Он должен знать, что в данной ситуации человек пришел в депрессию. Насколько серьезно это депрессия. Это слабая, это средняя степень запущенности или это уже депрессия, которая идет 2-3 года и человек периодически совершает попытки самоубийства. В такой ситуации терапевт не должен проводить исключительно когнитивную терапию, не должен исключительно заниматься речевой терапией. Он должен четко понять, что она будет недостаточно без медикаментозного лечения. И когда у меня спрашивают вы можете ли вы прописать лекарства. Я говорю, что я лекарства не прописываю, но если необходимо, я вам посоветую принять лекарства, потому что на фоне принятия лекарств психотерапия дает гораздо больше результатов, чем просто лекарства или чем просто психотерапия. Бывают такие состояния, с которыми ни психотерапист, ни клиент естественно не справляются. Попутный вопрос, есть ли там психолог и психиатр. Да, психиатрия после того, как в Великобритании всю эту психиатрию прикрыли, никакого принудительного помещения в психиатрические госпитали не было. Вслед за этим последовало 70-е годы и Соединенные Штаты, и 80-е, 90-е и Канада и закрыли большое количество психиатрических лечебниц, поэтому психиатров стало очень-очень мало. Психолог, психотерапевт, и психиатр совершенно верно в три разные профессии. Психиатр прописывает лекарства, ставит диагнозы и прописывает лекарства. Психолог ставит диагнозы, проводит обследование и ведет психотерапию. Психотерапевт не ставит диагнозы в Канаде, насколько мне известно во многих штатах Северной Америки, но проводит психотерапию. Психотерапия это чисто разговорная терапия, чисто лечение словами. У меня психотерапевты не касаются ни лекарств, ни постановки диагнозов. Я работаю с диагнозами, я знаю, что такое диагнозы, я обращаюсь к ДСМ в пятой редакции, но сообщать диагноз студенту я не имею права по регулированию. Я отвлекаюсь от такой структурой психотерапии. В Канаде есть ли это? Да, вот у Натальи Лопат отличается когнитивно комбинированным. Так, что отличие ее от других когнитивно-дохиориальной терапии? Да, вот я говорил, что это как бы зонтик для большого количества разных направлений и внутри я лично не дифференцирую. Я могу использовать разные приемы, разные методы, будет ли это вот диалектико-поведенческая терапия, диалектико-поведенческая терапия, или будут элементы даже гештальтерапии, работа, допустим, с пустым стулом. Для меня это не принципиально. Эклиптичный подход не запрещен, он не является самостоятельным подходом, эклиптический подход, но большая часть психотерапевтов используют вот именно разные методы, привлекают разные способы, поэтому ничего плохого в комбинированный методик я лично не вижу. Возвращаясь к способам, к сферам применения СИБТ, скажу, что очень хорошо работает и с больными алкоголем, то есть вот в клиниках, вот мэр Торонто, сейчас в рехаб, в галинфляционной клинике, где руки его там, как собаку-палу, тренируют не пить и вести трезвую обручу. С наркотиками, соответственно, помогают и в групповых образах, в групповых занятиях СИБТ, когнитивно-поведенческая терапия очень важна. Значит, принципы психотерапии, да, я рассказываю и конкретные вещи, и положу под них теоретическую базу. Значит, вот основные принципы работы в когнитивной психологии, о которых я расскажу дальше конкретно. Самый первый и самый естественный это контакт с клиентом. Необходимо без установления, без поддержания какого-либо сотрудничества с клиентом ничего не будет. Ни один метод не сработает, какой бы он ни был. НОС, ничего, НЛП, ничего не будет. Если нету понимания, если нету атмосферы теплоты, эмпатии, и если нету доверительности, которая, я бы сказал, является здесь трактуется как как основа вообще проведения любой терапии, а именно создание безопасного контекста, без этого ничего не возможно. Но это характерно для всех людей психотерапии. Одной из особенностей когнитивной поведенческой терапии является то, что и план лечения, и домашние задания, если они даются, вырабатываются совместно с клиентом. Если клиент или пациент не в состоянии что-то сделать, и он говорит, нет, у меня это не получится, предлагать ему это совершенно бесполезно. Он не справится с этим, он не сможет это сделать, и его можно спросить, хорошо, а это вы можете, а вот как это у вас получится. Ну, допустим, самое простое, вы вот из депрессии, человек лежит в лёжку, ничего не может делать. Ему можно предложить, но хотя бы постирать бельё можете, нет, не могу. Значит, если он не может постирать бельё, тогда она же, допустим, будет разбить это действие на ряд других действий. Хорошо, отложить вот грязную бельё в кучку сможете в понедельник? Да, смогу. Во вторник сможете это поднести к старомашине? Да, наверное. Дальше загрузить в четверг сможете? Да, возможно. Вот такая вот поэтапная, пошаговая работа с клиентом, она является залогом того, что клиент будет выполнять то, что ему предложено. Если ему просто сказать, так, в понедельник собрать кучку, во вторник загрузить, в четверг, в среду постирать, то это будет навязыванием, это будет давлением, на которое любой пациент, любой клиент имеет право сказать, что нет, что-то мне не то предлагаете, я, пожалуй, лучше буду жить, как я живу. Поэтому сотрудничество и участие клиента в выработке плана лечения, выработке плана и выработке каких-то домашних заданий или изменений, его, оно крайне необходимо. Не только его согласие, но его понимание того, что с ним делают, что ему предлагают. вот это обязательно надо разделить. Да, я уже говорил, что есть разделение психологов, психотерапевтов, психиатров, психиатров, прописывают лекарства, психолог ставят диагноз, а психотерапевт осуществляет преимущество психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на цели. Цели должны быть грандуированы, вот то, что я о чем сказал, постепенными, пошаговыми, там понедельник одно, во вторник другое, там через неделю третье. Нельзя сразу заставить человека делать очень много, нужно от простого, от более сложного, от легкого к трудному. Очень важно быть специфичным, даже четко конкретно сказать, не пойти в гости, вспомнить, что у брата с женой день рождения, позвонить его поздравить, давно узнать, не будет ли он отвечать и навязаться к нему в гости. Хотя бы на полчаса человек, допустим, страдает социо-хобием. То есть, очень конкретно, не просто сходить в гости, не просто прогуляться, а перед сном в 9 вечера одеться, открыть дверь, выйти за порог дома, если, допустим, у человека панические атаки, четко фиксироваться на своем дыхании, считать шаги, которые человек делает, и ходить. Вот это вот очень-очень важно. Ну и, конечно же, позитивно. Все это формулируется не просто, не сидите дома, не бойтесь ничего, не лежите, это начало всего лишь следующего утверждения. Вот если вам хочется лежать, пожалуйста, подумайте, сколько вы можете лежать, лежите час, но после этого, может быть, вы можете встать? Да. Вам нужно встать, вам нужно пойти, вот это вот позитивное такое вот утверждение, оно чрезвычайно важно. измеряемое. Измеряемое измерение в данном случае предполагает, что каждый раз, когда ко мне клиент приходит на сессию, я даю ему маленький тест. Как он себя чувствует в целом, как он чувствует себя в отношении близкими, как он чувствует, какое у нас состояние здоровья, и замеряя это по четырем шкалам, я, может быть, потом приведу презентацию, чтобы было понятно, о чем я говорю, и смотрю. Четвертая сессия, видите, у вас уже улучшились отношения с людьми, уже было там 20%, а сейчас уже 62%. Что вы сделали, чтобы улучшить свое поведение? Я не просто говорю, что улучшилось, я вот показываю на шкале с 10-сантиметровой, что мы думали было в начале, 27, потом 68. Я показываю мои измерения, и я ему говорю, ваше состояние улучшилось. Или два теста тест-бека на депрессию, тест-бека на тревожность, он тоже можно показывать, в какой степени он делился. Было столько баллов, было там 15, а сейчас уже 60 баллов. Да, вот смотрите, за три месяца, что мы с вами работаем, произошли такие другие. Конечно, это только результат малейра, это же результат вашей работы, но тем не менее, вы должны гордиться за три месяца. Да, вот задание важно материалистично. Если человек не выходил из дома там, допустим, за три месяца, то его можно попросить просто вот спуститься по лифту, там, в подъезд или дойти до ближайшего киоска, то есть мне сразу ему дают задание куда-то поехать и сделать что-то очень сложное. Ограниченное время, видимо, я имел в виду здесь, что нужно ставить, что у вас есть там месяц, что вы должны это сделать, чтобы не затягивать сам процесс терапии. И сама терапия вообще очень краткосрочная. Значит, особое внимание уделяется настоящим. В отличие от психоанализа, где можно это все растягивать, где можно это все делать, сколько принято есть денег и времени в жизни. Коминтемная поединческая терапия направлена на настоящие. И здесь вот она опирается на принципы избирательной памяти. И важно объяснить, что речь идет не с прошлым, а с настоящим. Важно сказать, что воспоминания это всего лишь мысли, это всего лишь образа. Воспоминания это не факт. Мысль это не факт. Образ это не факт. Это не реальность. Это уже произошло в прошедшее время. А в реальности очень важно обратить к моменту сейчас и здесь. Он может управлять своими образами, исследователь может управлять своими воспоминаниями. И можно говорить о том, что память очень часто изразительна, что она недостоверна, что память существует не только для того, чтобы хранить что-то или припоминать, но и для того, чтобы забывать. И вот это забывание можно учить клиента. Постоянно, регулярно, когда он что-то вспоминает, говорит, да, это было так, а может быть это было не так. Может быть, кто-то вспомнит об этом, как о чем-то другом. Давайте поговорим о том, что у вас сейчас именно, что именно вы помните из того. и обращение идет не с событиями прошлого, поскольку прошлого изменить нельзя, идет работа только сексуальным образом настоящего. Ну, и, конечно же, здесь надо понимать, что находиться сейчас и здесь, или, что называется, быть в моменте, это совершенно не то, что жить сегодняшним днем. Потому что можно подумать, что вы меня связаете, жить сегодняшним днем, не думать ни о будущем, ни о прошлом, что же я не должен помнить свое прошлое. Ни в коем случае вы можете помнить свое прошлое, но вопрос в том, какое прошлое вы помните, зачем вы помните плохое прошлое, и что вы можете сделать, если вас мучают эти воспоминания. Речь не идет о том, чтобы что-то забыть, это практически невозможно, воспоминания будут появляться всегда. Речь идет о том, чтобы уменьшить нагрузку вот этих воспоминаний на вас, снизить их интенсивность, Снизить частоту воспоминаний и тем самым нормализовать сегодняшнее актуальное состояние для того, чтобы человек мог работать к лучшему будущему. Потому что память бывает очень улучшительной и тяжелой, и она отбрасывает в прошлое совершенно очень жестоким образом, кизает человека. Но это такой общий принцип, который, возможно, действует и для других направлений психотерапии, но все веки он работает особенно. И вот то, о чем я буду говорить, это анализ проблем клиентов в когнитивных терминах, события, поведения, последствия или события, последствия, настроения, мысли. Очень много разных схем. Они частично похожи, частично перекрываются, но это будет посвящено всем вниманию. Векция, анализ в когнитивных терминах, а не терминами здравого смысла. Когнитивная терапия предполагает, что терапевт учит клиента быть своим собственным терапевтом. Она учит клиента записывать их, запоминать, понимать и реструктурировать. Да, один момент, который я хотел еще упомянуть. Вот избирательность памяти, воспоминания, нахождение сейчас и здесь, особенно важно для работы с тяжелыми ситуациями, посттравматический стресс, травмы, насилование, аварии. Потому что жить с грузом памяти очень и очень тяжело и клиентивная терапия предполагает освобождение именно от груза памяти, если можно так выразиться, тяжелых воспоминаний. Ну и как бы утверждается, что немножко образовательное, то есть нужно сказать, что да, вы должны стать собственным терапевтом, да, вы вообще, не переводчик, на русском не знаю, это когда человек отбрасывается назад, когда ему, может, кто-то подскажет, когда не пьет, не пьет, а потом начинает все-таки опять, у вас брат к прежнему состоянию. И вот это нужно сказать совершенно четко клиенту, да, вы не думаете, что вот если вы прекратили пить, то у вас так это и получится. Да, может быть, рецидив, совершенно верно. Да, то есть не ожидайте, вы говорите, может быть, это технологический термин, я скажу, рецидив, да, порваться можно, да, совершенно верно. Вот, то есть не ожидайте, что у вас получится все с первого раза. Вот это очень важно, подготовить клиента вот к этому рецидиву, вот к возврату к предыдущему состоянию, к срыву, либо это в социофобии, либо в алкоголизме, либо еще что-то. То есть будьте готовы к тому, что у вас это произойдет. Это совершенно нормально. Вот здесь вот как бы просветить клиента в этом и сказать ему, что вот да, это нормально, это вот очень-очень важно. Ну, и, конечно же, когнитивная терапия очень ограничена по времени. Дело в том, что психоанализ может видеться очень долго, два раза в неделю, там, на кушетке, все красиво, хорошо, симпатично, обсуждение цвета покрывала кушетки, формы кушетки, реакции на кушетку, все это в бесконечности. Я схожу на заседание Антарийского общества психоаналитиков, и это вот там, смыслов неимоверно. Но в Северной Америке количество сессий среднее, как вы думаете, у психотерапевта? Так, 30, 10, 50. Среднее, значит, ну, не настолько все-таки богатые люди, сессии стоят дорого, они временные затраты очень большие. Среднее количество сессий в Северной Америке равно 7. У кого-то хватает только на 4 сессии, кто-то после первой не появляется, кто-то проходит 10, 12, 15, но в среднем 7 сессий. И вот психотерапия, когнитивная психотерапия как раз нацелена на очень конкретный, быстрый результат, поэтому она не предполагает такого растягивания во времени. Значит, а нарушительные темы исповеди, как терапия, как это работает? Ну, в принципе, исповедь является, вот то, что я слышу на своих сессиях, это исповедь, человек приходит, а начинает плакать и рассказывать от своего рождения до сегодняшнего дня. Все, что у него произошло, по сути, делаю это исповедь. Я уже не в мантии, я отпущение, я даю отпущение греков, говорю, но это вы же, ну, не вы же были в этом виноваты, что у вас там детство имели. Многое зависело не от вас, вы были маленькие, то есть, как бы, отпущение грехов возможно, и исповедь, как метафору можно вполне использовать для религиозных клиентов. Поэтому, наверное, она работает. Другое дело, что, если говорить об исповеде религиозном контексте, в православной церкви люди подходят и при всех быстро что-то говорят, вот, быстро что-то сказать в течение 30 секунд, это не исповедь. Если католической церкви, наверное, но является ли священник специалистом области, может ли он дать какой-то совет, который будет хуже, я не знаю. То есть, насколько он владеет методами психотерапии, я не уверен, хотя вот в Антарийской ассоциации психотерапевтов есть много людей, работающих в церкви. То есть, в принципе, роль священника и психотерапевта очень пересекается. Ну, без догматизма, естественно, но без фанатизма какого-либо и без отсылки. к каким-либо то ни было богам или тотнам. Восприятие нормального... Да, вот речь идет о том, что как раз когнитивная терапия предполагает избавиться от части тревожащих воспалинаний, переосуществить их, переработать их и нормально общаться с людьми. Это одна из задач психотерапии. Конечно, конечно. Возможно, если вы не держите. Значит, сессии структурированы. Очень важно иметь домашние заготовки. Это не просто спонтанное какое-то что-то. Ну, например, клиент приходит и говорит, есть ли средства вот этой болезни. Скажите, я совсем не нормально? На эти вопросы нужно иметь ответы. Есть люди, которые не боятся смерти. Смерть это страшно. Вот такие вопросы не должны ставить терапевта в тупик. Он должен быть готов для них отреагировать. Он должен готовиться к сессии очень серьезно и знать, как это все. Вот, допустим, вот такой пример. Я потом отвечу на вопросы. Значит, если клиент пришел болен раком, то и спрашивает, есть ли лекарство от рака. И терапевт отвечает, я думаю, что вы лучше меня знаете, что такого лекарства нет. Получается, во-первых, упрек. Что же вы задаете вопрос, если вы знаете на него ответ? Во-вторых, очень резкий и жестокий ответ. С одной стороны, он правильный, с другой стороны, он все же жестокий. Это он слышит от либо врача, либо он слышит от каких-то других людей на сайте, на форуме и так далее. То есть такой ответ от терапевта является очень жестоким и может сделать только хуже для клиента. А если ответ будет такой, скажите, а есть ли лекарство от рака? Я очень надеюсь, что скоро изобретутся. Надо просто ждать, что такое ждать. Ждать – это делать что-то, пока не произойдет какое-то событие. Может быть, во время вот этого ожидания не терзать, себя не мучить. А может быть, попытаться все-таки получить удовольствие, напечатка по мере возможности. Конечно, то есть вот структурированность сессии, я буду говорить об этом другом, там много всего другого. Но, в частности, она предполагает некоторые заготовки, некоторые стандартные ответы, которые нужно иметь заранее. То есть надо быть готовым. Ну, вот Цитеран писал, что найти, что сказать, найдено расположить по порядку, придать полезную форму, утвердить все это в памяти и произнести. Вот это очень верно в отношении к когнитивной терапии, когда нужно иметь тесты, нужно иметь план сессии, нужно иметь план заданий, нужно иметь какие-то формуляры, которые клиент должен запомнить. Все должно быть очень готово. И желательно, чтобы сессия была структурирована. Вентиля, обсуждение актуальных каких-то проблем клиента в течение 10 минут, потом переход к самой важной проблеме, нахождении ее вместе с клиентом и работа уже с ней. Потому что иначе клиент может говорить за бесконечность, особенно первые сессии. Он может приходить, говорить, говорить. Смотрите, когда 3 часа человек на суде на первые говорит, потом замолкает и все. И больше не на что ему не способен. Это нужно сделать, нужно выслушать, но это не сессия как такова. Это просто знакомство с проблемами и просто выговориться нужно человеку. На самом деле сессию нужно структурировать. В психосоматике, смотря что имеется в виду, если это тяжелые какие-то заболевания, то с заболеваниями работают врачи. Если это проявляется в психосоматике, если у человека с синдром Туаретта, допустим, подергивания, повизгивания какие-то, это можно его научить приостанавливать. Если у него нервные тики, можно научить его тормозить эти тики. Если он краснеет, можно ему объяснить, что покраснеть даже это полезно и хорошо. И покраснеть, пожалуйста, сейчас можно попросить. То есть с такими легкими формами психосоматическими работать можно. Но работать с реальными медицинскими диагнозами, вот это уже очень ответственно. Если дать этот экстракт, стоящему за вопросом. Ну, наверное, можно обратиться за тем, а почему вы задаете вопрос, что вы имеете в виду, если вы, вот, у вопроса Иванова Юрия, вот это, если это так, то можно, конечно же, и нужно разобраться, что стоит за данным вопросом. Почему вы об этом спрашиваете? Очень мягко, очень спокойно спросить, почему вы об этом думаете, почему вас это беспокоит. Ну, и, да, принципы КРБТК, когнитивно-бихиориальной терапии, еще и в том, что она совершенно спокойно на современном этапе использует совершенно разные техники. Да, и НЛП можно совершенно спокойно подключить. Оп, я уже полностью, я завершаю. И, вот, я говорю, и штальт можно подключить, и какие любые другие угодно. Все, что будет полезно клиенту, все это можно подключить. Да, и еще раз скажу, что сегодняшние лекции явно будут недостаточны, если вы захотите использовать когнитивно-бихиориенческую терапию в своей работе. И вот предлагаю вам поработиться Никите Чернову, который проводит семинары. Записаться можно на семинар и сегодня, и завтра по телефону 905-552-8541-Мария или по интернету info.counseling.su Отвечая на вопросы, возникшие в чате, сколько длится сеанс? Хорошие вопросы. Почему я хотел, чтобы моя лекция была час? Потому что больше часа, считается, что больше 50 минут не имеет смысла. Это и мучительно, и трудно для терапевта, и для клиента, и ничего не дает нового. То есть, был ряд исследований, которые варьировали. В Канаде медицинский час равен 51 минутам. Я провожу сессии чуть дольше час 15. Мне так удобнее. Я час 20 всегда читал лекции в Московском университете, поэтому вот у меня чуть дольше. Но в целом вот 50 минут и еще завершение какое-то, подведение методов на минут на 10. Или для того, чтобы записать результаты сессии, чтобы уже дождаться другого клиента. То есть, в клиниках означается каждый час. 50 минут сессия прошла, 10 минут для того, чтобы записать. Да, ну, психоанализ вполне возможно будет все дольше. Но это психоанализ, который является психоаналемой. Ну, вот я думаю, что на сегодня я не сделал пример работы с клиентом сессии, но вот я тогда это сделаю в следующий раз. Расскажу о том, как будет сессия, какие вопросы задает терапевт, какие вопросы задает клиент, и как это примерно протекает. Какие-то вопросы, комментарии, пожелания. Валерий Павлович, организационные вопросы. То есть, встречи будут по вторникам и по четвергам с 8 до 9. Просто обратите внимание, что где-то около часа. С 8 до 9. То есть, жестко уже регламентировано, установлено, меняться ничего практически не будет. Это не программа выходного дня. Выходные дни у нас идут как бы в свою очередь, да. А здесь вторник и четверг. По плану было 6, и планировалось начаться 20-го, со вторника, да. У нас 5 или 6 таких встреч будет. Можно с минувщиком согласовать. Я так понял, вот во вторник не успели просто прорекламировать, поэтому будет 5. 5 тогда пока, да. Но потом жизнь покажет. Хочу обратить внимание, что иногда будет нам помогать и сопровождать наш новый сотрудник факультета, выпускник Александр Щеглаков. Вот, поэтому прошу любить и жаловать, когда я не смогу, я всегда буду просить Александра. Это первое. Второе. Я хочу напомнить, что в воскресенье у нас, кто интересуется разными видами зависимостей, и выступает профессор Виктория Васильевна Барцалкина. Виктория Васильевна сейчас вышла на связь, у нас два профессора с вами. Виктория Васильевна и связь мы будем сегодня проверять по штуканца. Я хочу попросить, если кто-то сказал, о чем пройдет речь у нас в воскресенье. Если удобно сейчас, то было бы очень хорошо, если кто-то сказал, о будущем встрече в воскресенье, в 20 часов 30 минут, это воскресенье наше посидело. Виктория Васильевна, вы слышите? Виктория Васильевна, вы слышите? Встреча 1 июня у нас на связь выходит Татьяна Кот из Вашингтона. Она будет говорить о стрессах, страхах и их методах преодоления. Планировать уже коснуться когнитивно-поведенческой психологии, то есть терапии, но, наверное, немножко изменить на первую часть страха и стресса в нашей жизни. Напоминаю, следите за новостями на сайте, там много других интересных мероприятий. Мы пытаемся при наличии времени делать мини-отчеты на сайте, там размещают ссылки на видеозаписи наших мероприятий. Вот так. Там были в чате вопросы, можно ли презентацию послать или дать возможность воспользоваться. Здесь зависит от автора, поэтому мы не обсуждали этот вопрос. Хорошо, если нет вопросов, то мы тогда сегодня прощаемся. В воскресенье встречаемся на встрече воскресней. И вторник мы опять встречаемся на вторую лекцию профессора. Всего наилучшего, всем хорошей, спокойной ночи, еще хорошего вечера. Все, до свидания. Виктория Васильевна, мы через 10 минут, тогда 5 минут выйдем на связь и проверим качество связи. Всего наилучшего. Спасибо большое. До свидания. Итак, уважаемые коллеги, вечер добрый. Сегодня мы начинаем очень интересный новый проект. Так получилось, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Наши коллеги, наши партнеры по конференции, которые мы проводим ежегодно, и в следующем году уже будет маленький юбилей, 5 лет. Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий. Партнерами нашей конференции является Федерация психологов-консультантов онлайн. Один главным руководителем, президентом этой организации является миновщико Виктор Юрьевич, кандидат психологических наук. Он был на конференции, тот видел мы вместе в президиуме сидим рядом. Так вот, Виктор Юрьевич как раз является директором Института повышения квалификации, и уже сейчас очень усиленно занимается подготовкой специалистов, онлайн-консультантов. У него в рамках его деятельности института возникла идея как раз делать обучающий курс, новый курс с помощью профессора, доктора филологических наук, кандидата психологических наук, ведущего психолингвиста, но сейчас уже живущего в Канаде, Юрия Валерия Павловича Белянина. И как раз мы в нашей студии, в нашем интернет-конференц-формате решили провести лекционный курс, такой вводный курс. Практические занятия вы видели по сообщению начнутся с 24 субботы, правда они платные, но кто желает, может записаться, посмотрите информационное письмо или на сайте, или текст, который мы вам послали, и если у вас будет желание, то вы сможете туда записаться. Следующий вторник мы договорились с руководителем практической части, что он примет участие и коротко расскажет об именно этой части. Будет ряд встреч, где-то 5-6 встреч, но Валерий Павлович сам сейчас скажет. Спасибо, Валерий Павлович, за ваше согласие принять участие в нашей студии сегодня, и наши студенты, и наши партнеры, и наши коллеги, и психологи, и педагоги, и преподаватели вузов. Они подтягиваются, но у нас бывают аншлаги даже до 100, но это воскресенье вечером, сегодня рабочий день, будем надеяться, что сейчас народ еще подтянется. По регистрации у нас 100 с лишним человек было сегодня утром. Хорошо, слово вам. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рад, что вы выбрали время, чтобы послушать меня, и я вам расскажу о когнитивно-поведенческой терапии, когнитивно-бихевиоральной терапии. Я сначала представлюсь, зовут меня Делянин Валерий, отчество за границей теряется, был когда-то Валерий Павлович. Я очень давно академик Московской психотерапевтической академии, была также академией гуманитарных исследований, не знаю, есть ли она. И я член редколлегии журналов Empirical Texts and Culture Research, а также веду колонку психологии обучения в американском журнале для преподавателей восточноевропейских языков. И недавно стал членом редколлегии российского психологического журнала. Я в Торонто, в центре европейских, российских и евразийских исследований. Статус Ассоушет, я не знаю, как это перевести на русский язык. У меня есть Институт прикладной психологии, где я провожу исследования, под эгидой которого. И я состою в Антарийской ассоциации консультантов, советников, психометристов и психотерапевтов Антарио. И там более 4-х, по-моему, тысяч членов. И вот я являюсь сертифицированным членом ассоциации, даже членом сертификационного комитета. Меня слышно? Слышу отлично. Отлично, хорошо. Хорошо. Да, вот мой адрес. Селинг. Психолингвистика. Потому что я когда-то занимался психолингвистикой. И мой адрес электронный такой же. Селинг. Gmail. Можно мне будет написать после семинара. Еще немножко о себе. Я написал в своем живом рече, словарь разговорных выражений. Составил антологию черного юмора. Потом занимался художественным текстом. Вот это первая монография. Это вторая 2000 года. Основа психолингвистической диагностики. Третья была издана в Германии. Введение в психиатрическую литературу и ведение. И четвертая в Москве. В издательстве Гнозис. Психологическая литература и ведение. После этого были аудиодиски. Был редактором словаря советского языка. Писал очень много по литературе и по дискурсу. Это текст. Последняя книга в сравнении с психологом из Ростова-на-Донушку. Ратва Ирин Павловна. Диалоги о человеке, говорящем и пишущем. Много статей уже по психолингвистике и психотерапии. И автор учебника и обведения в психолингвистику. И последнее издание 2009 года. Это уже, наверное, шестое издание учебника по психолингвистике в издательстве Наука. Опять повторяю, мой веб-сайт clink.psyling.com. И мой электронный адрес clink.gmail.com. Вот. Это, собственно говоря, вот обо мне. А теперь я расскажу о сегодняшней презентации. Меня слышно? Все меня слышат? Все хорошо? Да, слышно. Хорошо. Хорошо. Значит, курс, который мне предложили прочитать, посвящен когнитивно-дохидоральной терапии. Я так понимаю, что среди вас есть люди с психологическим образованием, с педагогическим образованием, и учителя, и разные уровни подготовки. Я не знаю, смогу ли я уговорить тех, кто знает много, тех, кто хорошо знаком с различными направлениями психотерапии, но я начну с каких-то самых таких общих представлений о терапии, и затем буду в дальнейших семинарах углубляться в различные техники. Но сразу скажу, то, что вы прослушаете на любом вебинаре, на любой лекции, это совершенно недостаточно для того, чтобы научиться применять потом полученные знания. Дело в том, что любые знания требуют закрепления в каких-то упражнениях, в действиях, в заданиях, в чем-то, поэтому не попытавшись, не попробовав это на коллеге, на соседе, который находится рядом, или в каком-то диалоге, в разговоре, если это по скайпу, интернету, говорить о том, что вы освоили какой-то метод, явно будет недостаточно. Поэтому я буду давать вам общие представления, какие-то конкретные, но имейте в виду, что любое знание должно быть закреплено и проверено. Если кто-то ведет психологическое консультирование или психотерапию, то вы можете попробовать на клиентах своих, естественно, чтобы это были не тяжелые, какие-то не очень ответственные случаи, а очень такие простые и с клиентами, у которых уже есть хорошее отношение, чтобы вы смогли понять, получается или нет. Потому что любой прием, любая техника, она не сразу дается. Всегда ей нужно учиться, ну как и любому другому науку. Это такой вот дисклеймер, это как бы предупреждение о том, что я не могу вам дать те знания, которые вы напрямую будете использовать, не удостоверившись, что вы это правильно делаете. Поэтому мой коллега Никита Чернов будет проводить семинары, на которых это можно будет закрепить, и я очень рекомендую его посетить. И второе маленькое дисклеймер, ограничение, то что если у меня глюкнется компьютер, то это будет на 3,5 минут, я приношу извинения, что это может быть, а может и нет. Итак, я попробую рассказать немножко, дать определение и рассказать о том, откуда возникла КБТ-СИБТ. Вопрос, на который вы попробуете ответить, сколько существует видов психотерапии? Плохо. Ну, практически, я не знаю, может быть, уже эти мои данные устарели, у вас уже я вижу данные и 500, и 600, вот у кого-то есть 20, в зависимости от того, как считать. Но вот сейчас считается, что существует порядка 400 видов психотерапии. Это показывает результаты мета-исследований, то есть статьи, которые анализируют другие статьи. И вот посчитать их полностью, составить их все в списке или привести в какую-то систему, я не думаю, что это представляется возможным. Поэтому, вот я буду говорить о своем опыте психотерапевта в Канаде. У нас не регулируется ни одна модальность, не регулируется виды психотерапии. Вы вправе использовать совершенно любой метод. Вы можете назвать его сами, можете где-то о нем прочитать случайно. В общем, то есть, что и как вы работаете с клиентом, это ваше личное дело и дело клиента, принимает ли он, не принимает ли он этот способ. Что касается когнитивно-дохидоральной или когнитивно-поведенческой, или когнитивной, как она называет, или просто-поведенческой психотерапии, то она является одной из наиболее успешных в настоящее время форм психотерапии. И это подтверждено большим количеством исследований. Что касается сертифицирования в рамках метода, то это является делом добровольным. У меня есть несколько сертификатов о посещении семинаров и лекционных мероприятий по КБТ, но сертификации как таковой у меня нет, и она мне, в общем-то, и не нужна. Я могу ее получить, если я захочу в университете Торонки, я могу ее получить где угодно в Калифорнии, но клиентам моим не важно, если у меня еще один диплом на стенке, им важно, что я владею этим методом и могу им помочь. Поэтому запретов на работу в какой-либо модальности не существует. Желательно, конечно, иметь сертификацию, желательно иметь полное образование, и по какой-то даже модальности, по каком-то видам техники. Но если этого нет, то это уже ответственность ваша и ответственность. И результаты, которые вы получаете в психотерапии. Но, скажу сразу, что применять другие методы в лечебных заведениях или в пеницитарных заведениях, допустим, в тюрьме, не рекомендуется, точнее, можно, но только после того, как вы используете когнитивно-полигенческую терапию. Вот там необходимы сертификации. Для регулирующих каких-то должностей, если это врачебная специальность, если это какая-то действительно серьезная клиника, то есть между врачами, если работаете в клинике или в тюрьме, то там крайне необходимо использовать именно этот метод, и там могут спросить сертификацию. Поэтому для частной практики сертификат не нужен, а для серьезной работы он необходим. Вот я отвечаю на вопрос. Значит, ну, когнитивно-полигенческая терапия не существует как отдельная психотерапевтическая техника. То, что мне говорили, это обозначение для ряда. И рационально-эмотивная терапия, и модификационная терапия, и реалити-терапия, и реструктуринг, вот это один из методов, и реструктурация, и просто когнитивная. Очень популярна диалектика, диалектик-бехевиор-терапия, я не знаю, как по-русски, активейшн-терапия. Очень много сейчас работ в рамках mindfulness. Это mindfulness-терапия, это связано с медитацией, осознанной медитацией. Я об этом немножко в конце курса расскажу. Это терапия, это приемы, которые позволяют клиенту иметь глубокое расслабление, при этом к полному сохранению контроля на собой. То есть это не как бы не гипноз, но такая вот глубинная релаксация. Очень популярна acceptance and commitment терапия. Она очень похожа на CBT, в правду, только в некоторых ее аспектах. И названий очень много, поэтому CBT, вот, cognitive behavioral therapy, это общее такое название для ряда направлений. Книг по этому очень много, вплоть до CBT, для чайников, очень много разработок, очень много книг, содержащих упражнения, очень много семинаров. То есть это как действительно ведущее направление психотерапии в Канаде и в Соединенных Штатах. Там есть комментарий, гости безумные, я не понял, что это такое. Безумные кто? Значит, термин сам когнитивный означает, это процесс мышления, это же и знание, это же и восприятие. И что самое интересное на современном этапе развития практической психологии в Северной Америке, что она включает в себя, относится ко всему тому, что происходит в уме. А это включает в себя и сны, и воспоминания, и образы, естественно, мысли, естественно, на что направлено внимание. То есть речь идет не только о процессах познания, но и процессах состоятия мира. То есть очень-очень широко понимается само понятие когнитивный. Поведение, это относится ко всему, что человек делает, как он говорит, как он пытается решать проблемы, как он действует или изыгает действия. И вот очень интересно, что поведение относится как к действиям, так и к бездействиям. Ну, допустим, человек вместо того, чтобы сказать что-то, прикусывает в себе язык, и для того, чтобы он не сказал что-то, или закрывает в себя рот, или сжимает руки каким-то образом, или отворачивается, уходит, вот это тоже является поступком, это тоже является действием. Поэтому сказать, что я ничего не сделал по этому поводу неправильно, я что-то сделал, я промолчал, я отвернулся, я сделал вид, что не заметил, я не сказал, я рассердился про себя, я обозлился и так далее. И так далее, это тоже является поведением. И оно может быть менее наблюдаемо, потому что человек мог сжать руку в кармане, человек мог отвернуться, а потом там скрежетать зубами, мог уйти тихонько и потом сидеть, злиться. Вот оно менее наблюдаемое бездействие, но тем не менее это тоже поведение. Мышление – это часть поведения. Вот, прозвучал вопрос. Значит, очень много здесь точек разных мышления можно относить к поведению, можно относить к способу восприятия действительности, а можно относить к поведению. Я думаю, что он такой. Если я так себя веду, то я думаю, что вполне возможно. Но вот CBT, вот переход от поведения к мыслям и от мыслям к поведению очень-очень такой быстрый и моментальный. Вы подумали и что-то сделали. Вот мы рассматриваем ваши мысли, рассматриваем ваше поведение, соответственно, ваши мысли были началом поведения. Поэтому это тоже можно рассматривать как поведение, но вот вопрос все-таки, что было результатом вашего мышления, что вы все-таки сделали. Потому что сидеть и мыслить – это все-таки сидеть, а мыслить – это все-таки мыслить. Вот здесь вот когнитивно-проведенческая теория очень четко различает внешне наблюдаемое поведение и ненаблюдаемое. К ненаблюдаемое относятся вот как раз мысли, представления, восприятия, наши страхи. А вот наблюдаемое мы будем, что человек сидит и вот три часа вот он смотрит в какую-то красную точку и на знаки нет, а что там происходит внутри – неизвестно. А поскольку психотерапевт будет работать с клиентом и будет наблюдать его внешнее поведение, он будет говорить, что человек просто сидит. Поэтому если считать, что мышление – это действие, то это для чего? Для клиента, для пациента, но не для стороннего наблюдателя, каковым является терапевт. Вопрос, находиться в некотором эмоциональном состоянии. Относится ли это к поведению? Нет, это не относится к поведению. Если вы сердитесь и сжимаете кулаки – это поведение. Если вы сердитесь, у вас бьется сердце – это ваша реакция. Если вы сердитесь и молчите трое суток, то это реакция, то это уже поведение. Эмоция – это промежуточное между нашими мыслями и поведением. Сны не относятся к поведению, это относится к когнитивному, к восприятию. Во сне мы ничего не действуем, мы спим, нас какие-то образы сменяют. Если человек проснулся в поту, то это и потом побежал на улицу в страхе от того, что ему привиделись в англёжке, когда он был в Афганистане, допустим. Вот это будет поведение. Он проснулся в поту, он проснулся, это действие, он выбежал, и он кричит, и он не может заснуть. Это действие. Сам по себе сон относится к процессу восприятия. Сон – это нереальный сон, это образы, которые преследуют человека в данной ситуации. И терапия – слово, которое описывает системный подход к решению проблемы, болезни или какого-то необычного состояния, которое тревожит человека. Вот это что такое СБТ. И когнитивно психотерапевты подчеркивают важность исследования мыслей и представлений, которые связаны с нашим настроением, поведением, физическими ощущениями и событиями нашей жизни. Главная идея когнитивной психотерапии заключается в том, что восприятие события, или наш опыт, оказывает сильное влияние на эмоциональное поведение и физиологические реакции на это поведение. Вот речь идет о том, что в центре когнитивной психологии находится процесс когнитивной психотерапии. Именно он определяет то, как мы себя чувствуем, то, как мы себя, в каком настроении находимся, и какие реакции у нас возникают. Поведение как индикатор когнитивного. Да, внешне наблюдаемое поведение является для психотерапевта способом проникновения в когниции клиента. И коррекция от поведения на когнитивную когниции. Да, значит, очень хороший правильный вопрос. Вы задагаете немножко вперед. Коррекция в когнитивной терапии предполагает как бы с двух сторон, вот так, как я себя сейчас это понимаю. Это со стороны мышления, со стороны представления когниции и со стороны поведения. Если удается что-то изменить в поведении, например, человек молчит. Его научили прерывать молчание, научили говорить. Изменилась его ситуация, в которой он находится. Может быть, изменится его настроение. И с другой стороны, если ему сказать, что не все такие враги по отношению к себе. Попробуй найти в другом человеке что-то хорошее. Он меняет свое отношение к другому человеку, меняется его настроение. То есть поведение будет и индикатором того, что изменилось мышление человека. И мышление человека может изменить поведение человека. То есть когнитивная психология идет как бы с двух сторон к настроению, к чувствам, к эмоциям, к состоянию человека. И вот в качестве примера можно привести такое. Мы будем чувствовать себя спокойно. Если думаем, стоя в очереди в бокалейном отделе магазина, на это уйдет какое-то время, а пока я могу расслабиться. Соответственно, наше тело расслаблено. Мы заводим разговор с кем-то из стоящих рядом. Мы достаем книжку, сотовый телефон. Но если мы разозлимся, подумаем, здесь плохое руководство, не дело иметь в магазине такие очереди. То наше тело будет напряжено, мы будем нервничать, мы будем постоянно смотреть на часы или ворчать на сотрудника магазина. Конечно же, быть всегда спокойным, быть всегда расслабленным, быть всегда удовлетворенным нереально и невозможно. Если вы знаете, что у вас через 4 часа самолет, до аэропорта добираться 2 часа, то вы не можете спокойно стоять в магазине, вы будете сердиться, вы будете кого-то поторапливать или попросите кого-то пропустить вас, если это возможно в какой-то ситуации. То есть, иными словами, вы можете перевести план своего настроения, своего состояния внутреннего в план действий и не обязательно замыкаться на какую-то эмоцию, на каком-то раздражении и вопрос в том, чтобы совершить какой-то поступок. Если же мы просто излимся и ничего не делаем, то мы скажем, излимся и ничего не делаем. Ну, зависит от выбора, что важнее самолет или магазин. Возможно, но выбор, как бы приоритизация происходит в сознании. Если вы знаете, что ваш билет стоит вот какой-нибудь 1200 долларов, то никакой магазин его не перевестит. Разумеется, речь идет о том, что необходимо сделать, что важно сделать и что в результате мы делаем. Мы можем и излить, а можем и быть очень спокойными. Но важнее все-таки переводить это все эмоции в план действий. И, забегая немножко вперед, скажу, важнее не реагировать нервно там, где нет необходимости. Если нет необходимости лететь куда-либо, а просто вы пришли вечером в магазин, это до закрытия магазина еще час, а вечером вас ничего не ждет, и при этом вы злитесь, вот это уже проблема. Вот это уже ваша проблема, вот это уже проблема для ваших нервов, для психического здоровья, когда человек начинает злиться на все подряд и везде. Здесь не так, и то не так, вместо того, чтобы спокойно принять то, что он не может изменить. То есть он может изменить, то он может попробовать эту информацию. Вот примерно такое вот введение в психотерапии. Да, вот чувство и поведение зависит от интерпретации события. То есть вы будете вести себя спокойно, если вы интерпретируете ситуацию как безопасно, как ту, которую вы можете принять, и будете злиться, если вы будете понимать, что вас задерживают, что все люди медленные, что какие-то тормоза собрались, что кассирши черта не понимают и так далее. Вот это будут те мысли, которые будут у вас возникать, они будут определять ваше чувство и соответствующее, соответственно, будущее поведение. И завершая вот этот фрагмент презентации, у меня их четыре на сегодня, я хочу сказать, что в когнитивно-когеннической теории предполагается, что человек будет жить более счастливой и более продуктивной жизнью, если он будет мыслить более здоровой, более здравой, можно сказать. Ну и, соответственно, если он будет вести себя более приемлемо для окружающих и более конструктивно. Ну вот, я планирую завершить свой курс рассказом о психическом здоровье и о том, что предполагает собой именно здоровое мышление. Вопрос, как уговорить себя don't fly or be happy? А как же? Да, значит, да, можно себя уговорить don't fly or be happy, можно расслабиться. Это один из приемов когнитивной терапии, который будет предполагать, что вы просто осознаете свою тревожащую мысль, не просто, конечно, я шучу, вы осознаете свою тревожащую мысль, вы ее приостановите, существуют способы остановки мыслей неконструктивных, и вы ее постараетесь заменить на другое. И если у вас есть аффирмации, если у вас есть какие-то речевки, какие-то фразы, которые вам помогают расслабиться, например, don't worry, be happy, если вы начинаете петь, вот как этот певец, то если это вам помогает, вы принимаете ситуацию такой, какая она есть, и находитесь в ней в более спокойном состоянии. Так что вот, это очень хороший прием. Спасибо, Наталья. Для этого и есть, да, психотерапия, совершенно верно, психотерапия, в частности, CBT, когнитивно-проведенческая терапия, и когнитивно-проведенческая терапия, она предполагает как раз научение, обучение клиента более спокойному, ровному восприятию действительности, и с тем, чтобы он понимал пределы своих возможностей, пределы своей компетентности в какой-то ситуации, и принимал то, что он не может изменить, и действовал там, где он изменить что-то может. Значит, еще раз скажу, что понять принципы работы, понять общие теоретические построения, или узнать, кто что об этом писал, это явно недостаточно. Очень полезно пройти семинарские занятия, в частности, вот мой коллега Никита Чернок будет проводить семинарские занятия в Митоборисово, Борисовский, продвигом 8, корпус 2, в Институте консультативной психологии и консалтинга. Вот у них есть сайт «Counseling» с двумя «Л» и Никита Чернов, главный специалист Матковской службы психологической помощи населения. Вы можете записаться в группу вот «Инфа-собака-counseling.su» одно «Л», обратите внимание, да, или по телефону, который находится на слайде. Ульга и Мария могут написать на этот семинар для того, чтобы вы отработали то, что говорится сегодня и получили большее представление о методах работы. Да, значит, вот опять этот телефон и запись, она заканчивается в 23-ю, но мне сказали, что может быть и продление, то есть можно будет подключиться и по ней. Вот, я закончил первый фрагмент из пяти сегодняшних, какие-то есть комментарии, вопросы, или я перехожу тогда ко второму. Валерий Павлович, я хотел спросить, есть понятие когнитивное обучение, когнитивное стиле, да, обучение, в двух словах можете сказать, это связано как раз с образованием, на Западе активно это направление, и в России тоже развивается, в обучении иностранным языкам. когнитивное обучение, еще раз. Когнитивное стиле, когнитивное обучение, педагогической психологии, психологии образования, это часто используется сегодня понятие. Значит, я планировал этот курс посвятить больше такой практической психотерапии, практической психологии, с понятием когнитивными стилями я знаком, но не знаю, что вы имеете в виду, я посмотрю, если я смогу что-то ответить на эту тему, я это сделаю. Дело в том, что когнитивное силие очень широкое понятие, в психологии психотерапии это не используется. Я не могу сейчас ответить на ваш вопрос. Просто очень интересно, само направление когнитивная психология, да, и очень много хороших рекомендаций по поводу самообразования, организации образования именно в контексте когнитивной психологии, когнитивных стилей, и в России есть кто там занимается этой проблемой, профессор холодная МГУ и другие специалисты, просто кто интересуется это может подсказать. Я думаю, что здесь когнитивная психология как ведущая парадигма в направлении исследований это несомненно очень важно и там очень много всего, но когнитивная психология в плане терапии, когнитивной хейвере терапии, она базируется на когнитивной психологии, но она как бы настолько уже специализировалась и настолько отошла, что вот там немножко другое, я попробую ответить на этот вопрос, но позднее, в данном случае я буду говорить больше о психотерапии. Так, вот я вижу еще вопрос, на каком языке, у меня два языка, английский и русский, у меня 70% моих климентов русскоязычный и 30% англоязычный, это рожденные в Канаде и иммигранты из разных стран. мира. В учебе, да, вполне возможно, но вот это не является сегодня предметом моей лекции. Вот я тоже бы согласился с Глазуновым олегом, что когнитивная психология и психотерапия это такие немножко разные вещи, они похожи по названию, но немножко другое. секундочку, я запускаю тогда вторую лекцию, вот чуть-чуть обихевиоризме, буквально два слова я расскажу. чего-то не запускается вторая, что-то конец презентации дает. Вот, пошла, да, конец презентации. Я просто расскажу, что основана когнитивная терапия на бехевиоризме. Слово бехевиоризм происходит от английского слова бехевиор поведения. Очень странно. Вот, пошло. Да. Да, тогда мы немножко продлеваем ее раз такое дело, если загружать, значит, КБСТ что когнитивно-погенческая терапия учит распознавать мысли, настроения, действия и физические реакции. Акцент здесь идет на мысли и на действия. Настроение и физические реакции как бы являются побочным продуктом мыслей и наших действий, нашей деятельности, нашего поведения. Значит, и вот такой интересный момент, что это важно не только в тех случаях, когда происходит что-то важное, но и в повседневных незначительных ситуациях. Дело в том, что когда происходит важное, это происходит травма, это происходит какая-то авария, это какая-то ситуация. Вот, но как правило большая часть клиентов обращаются за помощью, потому что они не справляются с ежедневными ситуациями. Куда-то пойти, с кем-то поговорить, что-то сделать, они не в состоянии этого сделать. И вот CBT, она как раз направлена на работу с такими в том числе повседневными незначительными на первый взгляд ситуациями. И вот с помощью когнитивной поведенческой терапии можно научиться проверять значение, смысл, то, о чем очень любят говорить в русской психологии. И в большей степени полезность разных мыслей, приходящих нам в голову в течение дня. Слово полезность выделено на меня красным цветом, потому что психология прагматизма психология конкретных действий оказывается более важной, чем психология размышления, рассуждения или каких-то действий, которые не выражены. То есть очень-очень утилитарный такой подход. И соответственно очень важно изменять образ мыслей, от которых исходит эмоциональный дискомфорт, от которых человек придет себя дисфункционально. От мыслей происходит эмоциональный дискомфорт. И они являются результатом и они могут быть следствием несункционального поведения. И вот это дисфункциональное поведение человек испытывает в взаимоотношениях с другими людьми. И очень важный момент, что когнитивная психология, когнитивно-поведенческая терапия, извините, позволяет научиться совершать изменения в жизни. Предлагает клиенту немножко по-разному увидеть проблемы, которые требуют решения и начать их решать. Менять свое отношение к ним и действовать как-то по-другому. Я вижу, что уже сейчас один час отложен, отложенный прошел, но если мне позволить завершить эту часть, я буду признать. безусловно, да, мы привыкли два и три часа сидеть, ничего страшного, Тогда если я еще хотя бы 20, это возможно, да? естественно нет проблем. Мы как-то в этом плане по времени более-менее свободны. хорошо, останется тогда хорошо. Значит, смотрите, вот здесь в этом сфере применения CBT очень сказано, что есть эмоциональный дискомфорт человека и есть трудности в взаимоотношениях. Вот это вот, как я помню, одно из двух определений психической нарушений психики, когда человеку самому бесконфортно и когда другим людям с ним трудно, когда он не справляется с другими людьми, когда другие люди не справляются с ним. Вот это две части такого какого-то очень старого психического определения психического залибания, которое у меня где-то существует в сознании. Поэтому CBT как раз работает именно когнитивно-поведенческая психология работает в терапии, извините, в депрессии. Очень хорошо, если будет возможности, немножко об этом поговорим. С тревогой у меня может быть отдельная презентация про панические атаки, где она очень помогает панические расстройства или панические атаки. Атаки не совсем правильно, потому что атакует кто-то другой, действительно, расстройство. Чувство вины очень хорошо прорабатывается, стыд, это тоже как бы не очень понятно, что это такое. Поэтому вместе с клиентом это все тоже умирается очень легко и просто. Естественно, если человек находится в стрессовом состоянии, меняется его психическое состояние, меняется его поведение полностью и анализируется причины стресса и идет проработка постепенная шаг за шагом для того, чтобы снизить состояние стресса человека, точнее, помочь человеку лучше справляться со стрессом. То есть coping strategies, стратегии соблагания, они очень хорошо разработаны в кознанно-поведенческой терапии. Про самооценку это такое общное место, любой человек, любой клиент, пациент имеет нарушение в самооценке, либо она завышена, либо занижена, поэтому сделать ее более разумной очень важно. Ну и, соответственно, больше уверенности в себе тоже тренируется очень простыми способами, в том числе поведенческими. Допустим, просто говорите громче, просто делайте жесты руками и все само придет, это не просто разумеется научить, не просто заставить человека вести себя по-другому, но все дети как раз предполагают именно такое научение человека именно поступкам, которые будут расцениваться другими как больше уверенность, соответственно, из-за этого возникнет представление у человека, что он ведет себя более уверенно и вот такой хорошим пониманием замкнутый круг, он позволит вырваться ему из круга неуверенности из круга не поступков, не действий из круга зажатности. Что вкладывается в поразмыслить? Да, поразмыслить вместе с психотерапевтом. Вместе с психотерапевтом составить список мыслей, которые приходят в голову перед каким-то действием, после какого-то действия, попытаться проверить их на реальность и попытаться найти им альтернативу. Вот это как бы сразу я вам выкладываю три основных секрета работы с психотерапией, это зафиксировать свою мысль, проверить ее, насколько она полезна, функциональна, насколько она правильно, верно отражает действительность, найти для нее альтернативы и соответственно заменить ее на воле позитивно. Вот это вот то, что имелось в виду вот по разумски на поведение. Это не одномоментный акт, это очень длинный, такой длительный и сложный процесс размышления над размышлением, как бы мета, такой вот процесс мета, который если ему скорее психотерапевт или психиатр нужен. Да, значит, такой момент интересный. В Канаде психотерапия не является медицинской. Психотерапевтом является не психолог и не врач. Врач является психиатром и медицинская психотерапия в Северной Америке не присутствует как класс. Если нужен больше врач человеку, то когнитивная психология должна, вернее, любой терапевт, любой психолог должен очень четко понимать пределы своей компетентности. Он должен знать, что в данной ситуации человек пришел в депрессию. Насколько серьезно это депрессия. Это слабая, это средняя степень запущенности или это уже депрессия, которая идет 2-3 года и человек периодически совершает попытки самоубийства. В такой ситуации терапевт не должен проводить исключительно когнитивной терапии, не должен заниматься речевой терапией. Он должен четко понять, что она будет недостаточно без медикаментозного лечения. И когда у меня спрашивают, можете ли вы прописать лекарства, я говорю, что я лекарства не прописываю, но если необходимо, я вам посоветую принять лекарства, потому что на фоне принятия лекарств психотерапия дает гораздо больше результаты, чем просто лекарства или чем просто психотерапия. Бывают такие состояния, с которыми ни психотерапия, ни клиент естественно не справляются. Попутный вопрос, есть ли там психолог и психиатр. Да, психиатрия после того, как в Великобритании все это психиатрию прикрыли, никакого принудительного помещения в психиатрическом госпитале не было. Вслед за этим последовало 70-е годы и Соединенные Штаты, и 80-е, и 90-е и Канада и закрыли большое количество психиатрических лечебниц, поэтому психиатров стало очень-очень мало. Психолог, психотерапевт, психиатр совершенно верно в три разные профессии. Психиатр прописывает лекарства, ставит диагнозы и прописывает лекарства. Психолог ставит диагнозы, проводит обследование и ведет психотерапию. Психотерапевт не ставит диагнозы в Канаде, насколько мне известно, во многих штатах Северной Америки, но проводит психотерапию. Психотерапия это чисто разговорная терапия, чисто лечение словами. Психотерапия не касается ни лекарств, ни постановки диагнозов. Я работаю с диагнозом, я знаю, что такое диагнозы, я обращаюсь к ДСМ в пятой редакции, но сообщать диагноз клиенту я не имею права по регулированию. Я отвлекаюсь от такой психотерапии. В Канале есть ли это? Да, вот у Натальи вопрос отличается от когнитивной комбинированной. Так, что отличие ее от других когнитивной диагнозерапии? Да, вот я говорил, что это как бы зонтик для большого количества разных направлений и внутри я лично не дифференцирую. Я могу использовать разные приемы, разные методы. Будет ли это диалектико-поведенческая терапия, диалектико-поведенческая терапия, или будут элементы даже гештальтерапии, работа, допустим, с пустым стулом. Для меня это не принципиально. Эклиптичный подход не запрещен. Он не является самостоятельным подходом, эклиптический подход, но большая часть психотерапевтов используют именно разные методы, привлекают разные способы, ничего плохого в комбинированном методе я лично не вижу. Возвращаясь к способам, к сферам применения СБТ, скажу, что очень хорошо работает и соцбольные алкоголем, то есть в клиниках. Мэр Торонто сейчас в реабинфляционной клинике ребенка как собаку Павлова тренирует не пить и вести трезвую образу жизни. С наркотиками соответственно помогает и в групповых образах, в групповых занятиях СБТ, интимно-проведенческая терапия очень важна. Значит, принципы психотерапии, да, я рассказываю и конкретные вещи и положу под них теоретическую базу. Значит, вот основные принципы работы в когнитивной психологии, о которых я расскажу дальше конкретно. Самый первый и самый естественный это контакт с клиентом. Необходимо без установления и без поддержания какого-либо сотрудничества клиентов ничего не будет. Ни один метод не сработает. какой бы он ни нос, ничего, ни леналпи, ничего не будет. Если нету понимания, если нету атмосферы теплоты, эмпатии, и если нету доверительности, которая, я бы сказал, здесь трактуется как как основа вообще проведения любой терапии, а именно создание безопасного контекста без этого ничего не возможно. Но это характерно для всех видов психотерапии. Одной из особенностей когнитивно-поведенческой терапии является в том, что и план лечения, и домашние задания, если они вырабатываются, совместно с клиентом. Если клиент или пациент не в состоянии что-то сделать, и он говорит, нет, у меня это не получится, предлагать ему это совершенно бесполезно. Он не справится с этим, он не сможет это сделать, и его можно спросить, хорошо, а это вы можете, а вот это у вас получится. Ну, допустим, самое простое, вывод из депрессии, человек лежит в лёжку, ничего не может делать, ему можно предложить, но хотя бы постирать это бельё можете, нет, не могу. Значит, если он не может постирать бельё, тогда, допустим, будет разбить это действие на ряд других действий. Хорошо, отложить вот грядное бельё в хучку сможете в понедельник? Да, смогу. Во вторник сможете это поднести к старомашине? Да, наверное. Дальше загрузить в четверг сможете? Да, возможно. Вот такая вот поэтапная, пошаговая работа с клиентом, она является залогом того, что клиент будет выполнять то, что ему предложено. Если ему просто сказать, так, в понедельник собрать кучку, во вторник загрузить, в четверг, в среду постирать, то это будет навязыванием, это будет давлением, на которое любой пациент, любой клиент имеет право сказать, что нет, что-то у меня не то предлагаете, я, пожалуй, лучше буду жить, как я живу. Вот. поэтому сотрудничество и участие клиента в выработке плана лечения, выработке плана и выработке каких-то домашних заданий или изменений, оно крайне необходимо. Не только его согласие, но его понимание того, что с ним делают, что ему предлагают. вот это обязательно много разделения. Да, я уже говорил, что есть разделение психологов-психотерапевтов-психиатров, психиатр прописывает лекарства, психолог ставит диагноз, а психотерапевт осуществляет преимущество психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на цели. Цели должны быть грандуированы, вот то, что я о чем сказал, постепенными, пошагованы, там, недельный ко дну, во вторник другое, там, через неделю третье. Нельзя сразу заставить человека делать очень много. Нужно от простого, от более сложного, от легкого к трудному. Очень важно быть специфичным. Надо четко, конкретно сказать, не пойти в гости, вспомнить, что у брата жены день рождения, позвонить его, поздравить, давно узнать, не будет ли он отвечать, и навязаться к нему в гости. Хотя бы на полчаса если человек, допустим, страдает в социофобии. То есть, очень конкретно, не просто сходить в гости, не просто прогуляться, а перед сном в 9 вечера одеться, открыть дверь, выйти за порог дома, если, допустим, у человека панические атаки, четко фиксироваться на своем дыхании, считать шаги, которые человек делает, и ходить. Вот это вот очень-очень важно. Ну и, конечно же, позитивно. Все это формулируется не просто не сидите дома, не бойтесь ничего, не вяжите, это начало всего лишь следующее утверждение. Вот если вам хочется лежать, пожалуйста, подумайте, сколько вы можете лежать, померите час, но после этого, может быть, вы можете встать? Да. Вот вам нужно встать, вам нужно пойти, вот это вот позитивное такое вот утверждение, оно чрезвычайно важно. И измеряемое. Измеряемое измерение в данном случае предполагает, что каждый раз, когда ко мне клиент приходит на сессию, я даю ему маленький тест. Как он себя чувствует в целом, как он чувствует себя в отношении близкими, как он чувствует, какое у нас состояние здоровья. И замеряя это по четырем шкалам, я, может быть, потом приведу к презентации, чтобы было понятно, о чем я говорю, и смотрю. Четвертая сессия, видите, вас уже улучшились, вы считаете, что у вас улучшились отношения с людьми уже было там 20%, а сейчас уже 62%. Что мы сделали, чтобы улучшить свое поведение? Я не просто говорю, что улучшилось. Я вот показываю на шкале 110-сантиметровой, что у него было в начале, 27, потом 68. Я показываю мои измерения, и я ему говорю, ваше состояние улучшилось. Или два теста, там, тест Бека на депрессию, тест Бека на тревожность, он тоже можно показывать, в какой степени измерилось, было столько баллов, было там 15, а сейчас уже 60 баллов. Да, вот смотрите, за три месяца, что мы с вами работаем, произошли такие другие. Конечно, это только результат моей работы, это же результат вашей работы, но тем не менее, вы должны гордиться этим. Да, вот задание должно быть реалистичным. Если человек не выходил из дома, допустим, за три месяца, то его можно попросить просто вот спуститься по лифту, в подъезд или дойти до ближайшего киоска, то есть не сразу ему задание куда-то поехать и сделать что-то очень сложное. Ограниченное во время, видимо, я имел в виду здесь, что нужно ставить, что у вас есть там месяц, что вы должны это сделать, чтобы не затягивать сам процесс терапии. Сама терапия вообще очень краткосрочная. Значит, особое внимание уделяется настоящим, в отличие от психоанализа, где можно это все растягивать, где можно это все делать, сколько у клиента есть денег и времени жизни. Коммунитивная поединческая терапия направлена на настоящую. Здесь она опирается на принцип избирательной памяти. И важно объяснить, что речь идет не с прошлым, а с настоящим. Важно сказать, что воспоминания это всего лишь мысли, это всего лишь образ. Воспоминания это не факт, мысль это не факт, образ это не факт, это не реальность, это уже произошло в прошедшее время. А в реальности очень важно обратить момент к сейчас и здесь, он может управлять своими образами, и следовательно, может управлять своими воспоминаниями. И можно говорить о том, что память очень часто изразительна, что она недостоверна, что память существует не только для того, чтобы хранить что-то или припоминать, но и для того, чтобы забывать. И вот это забывание можно учить клиента. Постоянно, регулярно, когда он что-то вспоминает, говорит, да, это было так, а может быть, это было не так, может быть, кто-то вспомнит об этом, как о чем-то другом. Давайте поговорим о том, что у вас сейчас именно, что именно вы помните из того. И обращение идет нет с событиями прошлого, поскольку прошлое изменить нельзя, идет работа только сексуальным образом настоящего. Ну, и конечно же здесь надо понимать, что находиться сейчас и здесь, или что называется, быть в моменте, это совершенно не то, что жить сегодняшним днем. Потому что можно подумать, что вы меня призываете, жить сегодняшним днем, не думать ни о будущем, ни о прошлом, что же я не должен помнить свое прошлое, ни в коем случае, вы можете помнить свое прошлое, но вопрос в том, какое прошлое вы помните, зачем вы помните плохое прошлое, и что вы можете сделать, если вас мучают эти воспоминания. Речь не идет о том, чтобы что-то забыть, это практически невозможно, воспоминания будут появляться всегда, речь идет о том, чтобы уменьшить нагрузку вот этих воспоминаний на вас, снизить их интенсивность, снизить частоту воспоминаний, и тем самым нормализовать сегодняшнее актуальное состояние, для того, чтобы человек мог работать к лучшему будущему, потому что память, она бывает очень улучительной и тяжелой, и она отбрасывает прошлое совершенно очень жестоким образом, китает человека. Но это такой общий принцип, который возможно действует из-за других направлений психотерапии, но все дети работают особенно. И вот то, о чем я буду говорить, это анализ проблем клиентов в когнитивных терминах, события, поведение последствия, или события последствия настроения, мысли, очень много разных схем, они частично похожи, частично перекрываются, но это будет посвящено всем вниманиям. Векция, анализ в когнитивных терминах о терминозбравлении. Когнитивная терапия предполагает, что терапевт учит клиента быть своим собственным терапевтом. Она учит клиента записывать их, запоминать, понимать и реструктурировать. Да, один момент, который я хотел еще упомянуть, вот избирательность памяти, воспоминания, нахождение сейчас и здесь особенно важно для работы с тяжелыми ситуациями, посттравматический стресс, травмы, насилование, аварии, потому что жить с грузом памяти очень и очень тяжело и клиентивная терапия предполагает освобождение именно от груза памяти, если можно так выразиться, тяжелых воспоминаний. Ну, и как бы утверждать, что немножко образовательное, то есть нужно сказать, что да, вы должны стать собственным терапевтом, вы вас не перевозите на русском, не знаю, это когда человек отбрасывается назад, когда подскажет, когда не пьет, не пьет, а потом начинает все-таки опять обратно к прежнему состоянию. И вот это нужно сказать совершенно четко клиенту, да, вы не думайте, что вот если вы прекратили пить, то у вас так это и получится. Да, может быть, рецидив, совершенно верно. да, то есть не ожидайте, вы говорите, может быть, это технологический тел, но у меня наверное рецидив, да, сорваться можно, да, совершенно верно. Вот, то есть не ожидайте, что у вас получится все с первого раза. И вот это очень важно, подготовить клиента вот к этому рецидиву, к возврату к предыдущему состоянию, к срыву, либо это социофобия, либо алкоголизм, либо еще что-то, то есть будьте готовы к тому, что у вас это произойдет. в этом и сказать ему, что вот да, это нормально, это вот очень-очень важно. Ну, и конечно же когнитивная терапия очень ограничена по времени. Дело в том, что психоанализ может длиться очень долго, два раза на неделю, там на кушетке все красиво, хорошо, симпатично, обсуждение цвета покрывала кушетки, формы кушетки, реакции на кушетку, все это в бесконечности. Я схожу на заседание антаристов общества психоаналитиков, и это вот там смыслов неимоверно. Но в Северной Америке количество сессий среднее, как вы думаете, у психотерапевта? так, 30, 10, 10, значит, ну не настолько все-таки богатые люди, сессии стоят дорого, они временные затраты очень большие, среднее количество сессий в Северной Америке равно семей. У кого-то хватает только на 4 сессии, кто-то после первой не появляется, кто-то проходим 10, 12, 15, но в среднем 7 сессий. И вот когнитивная психотерапия как раз нацелена на очень конкретный быстрый результат, поэтому она не предполагает такого растягивания во времени. Значит, не нарушить линии темы исповеди, как терапия, как это работает, ну в принципе исповедь является, вот то, что я слышу на своих сессиях, это исповедь, человек приходит, он начинает плакать и рассказывать от своего рождения до сегодняшнего дня, все, что у меня произошло, по сути, делаю это исповедь. Я в мантии, я отпущение, я даю отпущение греков, не вы же были в этом виноваты, что у вас там в детстве били, многое зависело не от вас, вы были маленькими, то есть как бы отпущение грехов возможно и исповедь, как метафору можно вполне использовать для религиозных клиентов. Наверное, она работает. Другое дело, что если говорить об историо-религиозном контексте, в православной церкви люди подходят и при всех быстро что-то говорят, вот быстро что-то сказать, в течение 30 секунд это не стоит. Если католической церкви, наверное, но является ли священник специалистом области, не может ли он дать какой-то совет, который будет хуже, я не знаю. То есть насколько он владеет методами психотерапии, я не уверен, хотя вот в Энтарийской Ассоциации психотерапевтов есть много людей, работающих в церкви. То есть в принципе эта роль священника и психотерапевта очень пресекается. Ну без догматизма, естественно, но без фанатизма какого-либо и без отсылки к каким-либо богам или токовым. Обосприятие нормальное. Да, вот речь идет о том, что как раз когнитивная терапия предполагает избавиться от части тревожащих воспалинаний, переосуществить их, переработать их и нормально общаться людям. Это одна из задач психотерапии. Конечно, конечно. невозможно исполнили же. Значит, сессии структурированы. Очень важно иметь домашние заготовки. Это не просто спонтанное какое-то что-то. Ну, например, клиент приходит и говорит, есть ли средства вот этой болезни, да, скажите, а за все мне нормально? Вот на эти вопросы нужно иметь ответы. Есть ли люди, которые не боятся смерти? Ведь смерть это страшно. Вот такие вопросы мне должны ставить терапевта в тупик, он должен быть готов когда они отреагировать, он должен готовиться к сессиям очень серьезно и знать, как это все. Вот, допустим, вот такой пример я потом отвечу на вопросах. Значит, если к ним клиент пришел болен раком, то и спрашивает, есть ли лекарство от рака, и терапевт отвечает, я думаю, что вы лучше меня знаете, что такого лекарства нет. Да? Получается, во-первых, упрек. Что же вы задаете вопрос, если вы знаете на него ответ? Во-вторых, очень резкий и жестокий ответ. С одной стороны, он правильный, с другой стороны, он все же жестокий. Это он слышит либо от врача, либо он слышит от каких-то других людей на форуме, на форуме, и так далее. То есть, такой ответ терапевта является очень жестоким и может сделать только хуже для клиента. А если ответ будет скажите, а есть лекарства от рака, я очень надеюсь, что скоро изобретутся, надо просто ждать. Что такое ждать? Ждать это делать что-то, пока не произойдет какое-то событие, может быть, во время вот этого ожидания не терзать себя, не мучить, а может быть, попытаться все-таки получить удовольствие, напечатка, по мере возможности. Конечно, то есть, вот структурированность сессии, я говорю об этом по-другому, там много всего другого, но в частности она предполагает некоторые заготовки, некоторые стандартные ответы, которые нужно иметь заранее. То есть, надо быть готовым. Ну, вот Цитеран писал, что найти, что сказать, найдено, расположить по порядку, придать словесную форму, утвергать все это в памяти и произнести. Вот это очень верно в отношении кознитивной терапии, когда нужно иметь тесты, нужно иметь план сессии, нужно иметь план заданий, нужно иметь какие-то формуляры, которые клиент должен запомнить. Все должно быть очень готово. И желательно, чтобы сессия была структурирована. Вентиляция, обсуждение актуальных каких-то проблем клиента в течение 10 минут, потом переход к самой важной проблеме, нахождении ее вместе с клиентом и работа уже с ней. Потому что иначе клиент может говорить за бесконечность, особенно первой сессии он может приходить, говорить, говорить, на твоей сессии, когда 3 часа человек на первой говорит, потом замолкает и все, больше не на что ему способен. Это нужно сделать, нужно выслушать, но это не сессия как такова, это просто знакомство с проблемами и просто выговориться нужно человеку. На самом деле сессии нужно структурировать. психосоматики, смотря что имеется ввиду, если это тяжелые какие-то заболевания, то с заболеваниями работают врачи. Если это проявляется в психосоматике, если у человека синдром Туаретта, допустим, подергивание, повизгивание, какие-то, это можно его научить приостанавливать. Если у него нервные тики, можно научить его тормозить. Если он краснеет, можно ему объяснить, что покраснеть даже это полезно и хорошо, и покраснеть, и, пожалуйста, сейчас можно попросить. То есть с такими легкими формами психосоматическими работать можно, но работать с реальными медицинскими диагнозами, вот это уже очень ответственно. Если дать экстракт, стоящему за вопросом, ну, наверное, можно обратиться за тем, а почему вы задаете вопрос, что вы имеете в виду, если вы в вопросе Иванова Юрия, если это так, то можно, конечно же, и нужно разобраться, что стоит за данным вопросом, почему вы об этом спрашиваете. Очень мягко, очень спокойно спросить, почему вы об этом думаете, почему вас это беспокоит. Ну, и, да, принципы когнитивно-бихиоральной терапии еще и в том, что она совершенно спокойно на современном этапе использует совершенно разные техники. Да, и НЛП можно совершенно спокойно подключить, оп, я уже получил, я разрешаю, и, вот я говорила, и гештальт можно подключить, и какие-нибудь любые другие угодно, все, что будет полезно клиенту, все это можно подключить. Да, и еще раз скажу, что сегодняшние лекции явно будут недостаточно, если вы захотите использовать когнитивно-бихиорическую терапию в своей работе. И вот предлагаю вам обратиться к Никите Чернову, который проводит семинары. записаться можно на семинар и сегодня и завтра по телефону 905-552-8541 Мария или по интернету info at counseling.su Отвечаю на вопросы, возникшие в чате, сколько длится сеанс? Хорошие вопросы, почему я хотел, чтобы моя лекция была час, потому что больше часа, считается, что больше 50 минут не имеет смысла, это и мучительно, и трудно для терапевта, и для клиента, и ничего не дает нового. То есть, был ряд исследований, которые варьировали. В Танаде медицинский час равен 50 минутам. Я провожу сессии чуть дольше час 15, мне так удобнее, я час 20 всегда читал лекции в Московском университете, поэтому вот у меня чуть дольше, но в целом вот 50 минут и еще завершение какое-то, подведение итогов, минут на 10 или для того, чтобы записать результаты сессии, чтобы уже даться другому клиенту. То есть, в клиниках означается каждый час. 50 минут сессия прошла, 10 минут для того, чтобы записать. Да, психоанализ вполне возможно дольше, но это психоанализ, который является психоанализом. Ну, вот я думаю, что на сегодня я не сделал пример работы с клиентом сессии, но я тогда это сделаю в следующий раз, расскажу о том, как выводит сессия, какие вопросы задает терапевт, какие вопросы задает клиент и как это примерно протекает. Какие-то вопросы, комментарии, пожелания. Валерий Павлович, организационные вопросы, то есть, встречи будут по вторникам и по четвергам с 8 до 9. Просто обратите внимание, что где-то около часа с 8 до 9. То есть, жестко уже регламентировано, установлено, меняться ничего практически не будет. Это не программа выходного дня, выходные дни у нас идут как бы в свою очередь, да, а здесь вторник и четверг. По плану было 6 и планировалось начаться 20-го, со вторника, да, у нас 5 или 6 таких встреч будет? Можно с минувщиком согласовать, я так понял, во вторник не успели просто прорекламировать, поэтому будет 5. 5 тогда пока, да, но потом жизнь покажет. Хочу обратить внимание, что иногда будет нам помогать и сопровождать наш новый сотрудник факультета выпускник Александр Щеглаков, вот, поэтому прошу любить и жаловать, когда я не смогу, я всегда буду просить Александра. Это первое. Второе, хочу напомнить, что в воскресенье у нас, кто интересуется разными видами зависимостями, выступает профессор Виктория Васильевна Барцалкина, Виктория Васильевна сейчас вышла на связь, у нас два профессора с вами, вот, Виктория Васильевна из связи мы будем сегодня проверять по штуганца, я хочу попросить, если кто-то сказать, о чем пройдет речь у нас в воскресенье, если удобно сейчас, то было бы очень хорошо, если кто-то сказал о будущем встрече в воскресенье в 20 часов в 3 минуте это воскресенье наше посидело. Виктория Васильевна, вы слышите? Мы не договаривались, что вы сегодня с каждым будем проверять связь после этих видов. Мы будем проверять Ау! Ау! Ну, может быть, не готова к разговору сейчас. Вот так, поэтому по воскресеньям у нас идет запланированная встреча, 1 июня у нас на связь выходит Татьяна Кот из Вашингтона, она будет говорить о стрессах, страхах, их методах преодоления, планировать уже коснуться когнитивно-поведенческой психологии, то есть терапия, но, наверное, немножко изменить на первую часть страх и стресс от нашей жизни. Напоминаю, следите за новостями на сайте, там много других интересных мероприятий. Мы пытаемся при наличии времени делать мини-отчеты на сайте, там размещат ссылки на видеозаписи наших мероприятий. Вот так. Там были в чате вопросы, можно ли и презентацию и послать или возможности воспользоваться здесь зависит от автора, поэтому мы не обсуждали этот вопрос. Хорошо, если нет вопросов, то мы тогда сегодня прощаемся, воскресенье встречаемся на встрече воскресней, и вторник мы опять встречаемся на вторую лекцию профессора. всего наилучшего, всем хорошей, спокойной ночи, еще хорошего вечера. Все, до свидания. Виктория Васильевна, мы через 10 минут, тогда 5 минут выйдем на связь и проверим качество связи. Всего наилучшего. До свидания, субтитры создавал DimaTorzok